Причем я во много контор обращался через каких-то знакомых. Мне ответили глухим молчанием, по-абсолютному. То есть даже эхо не прозвучало в ответ. И это из той точки зрения, что я считаю, что, конечно же, за все, что там происходит, я по-прежнему нес и несу ответственность. И буду ее нести. Независимо от того, как окончится эта война, я же, если она закончится очень плохо, все равно часть ответственности за то, что она так окончилась, будет на мне. Но в отличие от многих и многих, я себя от ответственности не снимаю и не сниму никогда. Поэтому мне морально действительно тяжело находиться здесь, когда мои товарищи воюют, получают ранения и продолжают погибать. Я бы предпочел быть там. К сожалению, никаких вариантов участия в военных действиях пока мне не предложили. Ни в каком статусе. Будем ждать мобилизации, хотя не факт, что и во время мобилизации меня прямо вот так возьмут и призовут. А мобилизация будет в любом случае, потому что эта война будет долгой, будет тяжелой. Впереди у нас не самый лучший ее этап. Через какое-то время, очень скоро, противник получит значительное численное превосходство, как в числе личного состава, так и в количестве частей и соединений, которыми он располагает, боеспособных, над нашими вооруженными силами и приданными частями. Через некоторое время я прогнозирую начало активных. Через месяц-полтора где-то так. Могу ошибаться в ту или другую сторону. Я прогнозирую начало активных действий противника, наступательных. Как на Украине, так и на Приднестровье, так и на территорию Российской Федерации в том числе. Сначала рейдовых, сначала ДРГ, потом и более серьезных. И сколько не будет наша обожаемая власть откладывать те действия, которые необходимы во время большой войны, их партнеры снова вынудят их это сделать. В этом я убежден практически так же, как я был убежден в том, что минские, свинские реализовать никогда не удастся. А еще я убежден в следующем, чтобы не повторяться, что победить в этой войне в том виде, не меняя ничего, что есть сейчас, Российская Федерация тоже не сможет. Та совокупность балласта, гнусного вария, идиотов и некомпетентных гедонистов, которые у нас находятся во власти, победить может только саму себя. Если у нашей власти хватит ума не повторять русско-японскую войну в феврале 1917 года, то тогда мы имеем, все равно будем иметь шанс на победу. И шанс не такой уж маленький. Я не считаю, что Россия настолько сгнила, что она не способна победить Украину, несмотря на все наши тяжелейшие проблемы. Но для этого нужно власти измениться в себе. Пока, к сожалению, власть надеется победить или выйти из этой войны, ничего принципиально не меняет. Так вот, этого не получится. Сто процентов. У нас кобыла есть и остается. Я повторюсь, тот тезис, который я высказываю с 1914 года, только вилка между возможными исходами. Первое – это полная победа и капитуляция Киева. Второе – это полное поражение, капитуляция, разгром России и перехода нынешней текущей войны в полномасштабную русскую смуту. С непредсказуемыми последствиями, о которых сейчас и не хочется, и, может быть, даже рано говорить. В общем, других вариантов нет. Помириться не дадут. Не дадут, в первую очередь, дорогие западные партнеры, которые фактически действительно хотят закончить русский вопрос сейчас, прямо сейчас. Они хотят уничтожить Россию, сделать из России точно такой же инструмент, какой они сделали из Украины против России, только Россия должна послужить таким же одноразовым ножом против Китая. Вот их цель. При этом, конечно же, они будут свергать Путина. Он обречен. Понимает он этого или нет в их глазах. И если Путин не будет дальше, упорно не будет опираться на русский народ, а будет опираться только на группу своих, как бы это помягче выразиться, я думаю, все меня понимают, подельников из кооператива, то ничего хорошего его лично не ждет от слова совсем. К сожалению, ничего хорошего нас не ждет в этом случае тоже. Поэтому объективно, лично Путин, и, может быть, совсем близкой частью его окружения, объективно, наши союзники. А субъективно они могут это не только не понимать, но и всеми фибрами души отрицать. Поскольку пока для части окружения Путина урганты – это добрые, хорошие патриоты, мы в этой войне не победим точно. Если будет по-другому, шансы есть, есть неплохие, как бы глубоко мы не провалились в ходе дальнейшего так называемой специальной военной операции. Как быстро власть сможет измениться в себе, как быстро эти люди смогут и смогут ли начать решительные действия по мобилизации России, настоящей России, а не своей Российской Федерации. от этого зависит в конечном итоге не только наш успех и поражение, но количество жертв с той и с другой стороны, которые сейчас приносятся русским народам, разделенным в себе. А для меня по-прежнему война на Украине – это война гражданская, война русских с русскими. Пусть даже одни из воюющих по-русски кричат смерть русским. Ну что ж, такое было. Аналогии, которые я привожу в данном случае, это аналогия с нацистской Германией, которая за шесть лет сумела из немцев сделать оголтевых нацистов. Не из всех, но из значительной части. Да, промывающие мозги пропаганда. Современные средства массовой информации, нейропрограммирование, которое я уверен целиком, на сто процентов уверен, это не конспирология, которая применяется через телевидение, через систему интернета и прочее. Они сумели то же самое сделать с русскими на Украине. В значительной степени. Требуется очень серьезная психологическая устойчивость, серьезная вера, серьезное знание для того, чтобы отвергнуть эту пропаганду и суметь устоять перед ее напором. Подавляющее большинство простых русских людей не обладают этим ни там, ни здесь. Я в этом умею. Выдвинуть что-либо альтернативное, вообще какую-то позитивную идеологию, подчеркиваю, позитивную, наша власть до сих пор не смогла. Наши войска воюют против, но не понимают за что. Это реально так. И если, допустим, самая боеспособность, как это отмечают все люди, которые мне пишут, в том числе не связанные непосредственно с Донбассом, самыми боеспособными частями на Донбассе в ходе военных действий являются крайне плохо вооруженные, слабо организованные войска Донецкой и Уганской народной республики. Кадровые. А российские регулярные войска из-за крайне слабой мотивации регулярно не выполняют даже вполне реальные боевые задачи, а в отдельных случаях ведут себя еще хуже. Конкретные примеры я, естественно, приводить не буду. Это говорит о том, что наша армия, как опять же возвращаясь к опыту прошлого века, к опыту Великой войны, Первой мировой, армия не понимает, за что она воюет. Эта ситуация недопустима. Для того, чтобы армия понимала, за что она воюет, требуется государственная идеология, внятная государственная идеология, понятная людям и поддерживаемая людьми. Идеология достатка, причем не для всех, а для немногих, за счет всего остального народа, она способна нас привести только к поражению, а Путина к Гаге. И если не хуже. Я напоминаю, что кроме Милошевича, с которым я сравнил Путина еще тогда, осенью 14-го года, в сентябре, я написал о том, что Путин отправлен по пути Милошевича. Вот сейчас об этом кричат все, от Шопера-Соловьева до... Так вот, кроме судьбы Милошевича, есть еще судьба Каддафи и Хусейна. Кеннеди в данном случае... Да, может быть, Кеннеди. Не хотелось бы сравнивать Владимира Владимировича с благочестивым Павлом Петровичем, но такой вариант тоже возможен. Поэтому вариант Милошевича это еще вариант лайт, говоря современным языком, современным. Я стараюсь тоже избегать своей речи иностранных слов, но тем не менее. Платон зубов и есть уже в округе? Что? Платон зубов уже есть в округе? Если не спал кроничком. У него и хуже. У него есть Аватарус, Убеде и Богатура. Замечательный экземпляр. Давно он мой наблюдаемый, изучаемый. С большим интересом. Ну, издали, естественно. Ну, ладно, давайте вот такое вот небольшое, как бы, излияние высказано. Давайте перейдем к вопросу. Начинайте. Кто модератор? Дмитрий Алексеевич, вы верите, психологи говорят, что взрослые люди, они уже не меняются. Вы верите, что нынешнее руководство России способен измениться? Я не прошу прогнозов, вы не гадалка, я прекрасно понимаю. Лично ваше мнение, шансы на это есть или они покончат жизнь? Во-первых, вот здесь присутствует, вот здесь присутствует человек в одеянии, которое говорит о его духовном сане определенном. И он не даст соврать, он ответит, он Богу, Бог решает зачастую, Бог способен из Савва сделать Павла. Конечно, после 20 лет шансы на то, что Владимир Владимирович вдруг прозреет, он чрезвычайно незначительный, но он не исключен. И пока такой шанс есть, помните, как Василий Витальевич Шульгин писал, это будет задешево купленное спасение России. Я много раз и здесь выступаю в листве прошлый раз, я не помню, говорил я тот тезис или не говорил, но вполне еще раз его повторю. Нам что нужно с вами, отомстить? Или нам нужна Великая Россия, достойная жизнь для русского народа, и чтобы мы вместе не катились с остальным миром, не катились в тот ад, который мир сам для себя строит. Вот это гендерное равенство, так называемое, там, все вот это ковидобесие, я его иначе не называю, извините. Да, вот это можно дольше, да, садамия и прочее. Если нам нужно отомстить, то это, простите, вот, не ко мне. А если нам нужно попытаться хотя бы затормозить на том, путь, на котором нас спускают, это не толкает, мы сами катимся, понимаете, нас только подталкивают, то тогда мы должны цепляться за малейшую возможность и надеяться на то, что эта возможность представится. Будет ситуация измениться? Вы что думаете, я буду, ну, если она изменится, скажем так, в негативную сторону, если там, я не буду удивлен, нет, отнюдь. Я никогда не являлся фанатом Путина. Никогда. Никогда не пел ему словословие. И не буду. Никогда этого не будет. Но если будет шанс, что он поймет общность, объективную общность своих интересов, личных, подчеркиваю, у меня нет иллюзий, что у него есть государственное, поверьте, только личный, поймет общность и нераздельность своих личных интересов с интересами России, тогда, да, будем с ним работать, будем служить, согласно его статусу нынешнему. Не поймет этого. ситуация изменяется очень быстро и очень негативную сторону практически каждый день. Мы скоро все увидим сами. Я ответил на ваш вопрос или недостаточно четко? Ваше мнение по поводу Приднестровья и можно ли избежать нападения на колбасную и как быстро может развернуться ситуация в другую сторону? О том, что Приднестровье является заложником ситуации войны между Россией и Украиной я писал тоже много лет подряд и упоминал. Так просто к слову. Ситуация сейчас, которая оказалась в Приднестровье с военной точки зрения абсурдная. Приднестровье фактически является заложником тех ошибок, которые были совершены на первом так называемом этапе специальной военной операции, когда наступали везде и никуда. То есть если я допустим сразу может быть отвечу заодно на какие-то вопросы которые могли бы быть предполагал что первой главной задачей является окружение и разгром украинских войск в первую очередь на Донбассе то как с удивлением это горькая усмешка это не не радость с удивлением выяснил и об этом сейчас об этом говорят ничтоже сумляшися наши государственные деятели то это вообще не являлось целью. но если это не являлось целью то тогда следующей целью то есть хотя для военных это дикость уже потому что главная задача любых военных операций это разгром противника тогда целью является захват каких-то стратегических регионов что может быть более стратегическим для Российской Федерации нежели Одесса но и это тоже не было сделано то есть прорыв к Приднестровью он в качестве одной из основных задач не ставился если задачей ставился только прокладка сухопутного моста в Крым то зачем было наступать в районе Киева то есть это не оправдание то есть фактически российские войска наступая в разных направлениях в расчете как сейчас начинают осторожно писать на то что на Украине некие здоровые силы которых там давным-давно нету выступят возьмут власть и что военные украинские будут вести себя точно так же как они вели себя в 14-м году он не оправдался отцовался всем вот вообще не оправдался в результате во время первого этапа операции в ту золотую неделю две которые были в начале когда противник был ошеломлен нервничал истерил и действительно был на грани краха просто по своим психологическим морально-психологическому состоянию российские войска ни одну из важных задач не решили кроме вот частично прокладки коридоров Крым которая в итоге затормозила под Волновах и Мариуполем и вылилась в серию чрезвычайно кровопролитных для нас и для противника но тем не менее боев и сейчас Приднестровье находится в ситуации когда лично я не понимаю вот я не понимаю я искренне надеюсь что в нашем генеральном штабе есть особая какая-то папочка они откроют сейф достанут ее и там лежит волшебная формула спасения Приднестровье я такое вот не вижу чем и как после потопления простите Москвы высадить десант это уже невозможно десант приведет к тому что он будет расстрелян еще в море они противник установил серию противокорабельных комплексов там о многих идет комплексах речь из Румынии румынская ЧВК вдруг приехала с американской техникой соответственно которую явно обслуживают не румыны и теперь десант там извините не высадить да вы абсолютно правы не Нептун в Румынии стоит пробиться сухопутным путем после того как мы сами ушли после серии тяжелых боев с плацдарма за Южным Бугом который был занят в первую неделю боевых действий это плацдарм был севернее Николаева оттуда с боями кстати с не очень легкими не буду как опять же руководятся ушли как теперь когда противник усилился усилился в группировку на этом направлении в разы а наши силы скованы тяжелыми и бесперспективными как уже сейчас ясно боями на Донбассе какими силами надо прорываться опять же мобилизация у нас не проводится и даже не планируется то есть крупных резервов в какое-то короткое время подготовить не можем новых стратегических я не знаю высаживать там воздушный десант так вражеское ПВО простите подавлено только в сказках от Коношенкова в котором я не знаю если бы Коношенков выходил в пиджачки и в галстуки я бы его просто относился к нему снисходительно как к обычному рядовому пропагандону но когда этот пропагандон выходит в генеральских погонах увешанный самыми высшими боевыми наградами судя по его иконостасу то это уже не пропагандон это без пропа надо говорить извините за выражение украинские сил сейчас на том направлении у них достаточно сил для того чтобы тебя не строить потому что я естественно как и вы в основном не генеральный штаб Российской Федерации как и румынский генштаб и польский и украинский не докладывают как и вы я пользуюсь в основном открытой информацией единственное у меня преимущество перед вами что у меня есть некоторое количество соратников которые на волонтерских основах один из них кстати здесь сидит сбрасывают ту информацию которую они сами нарывают в интернете иногда переводя ее с иностранных источников то есть я избавлен от необходимости целый день мониторить лично чтобы часть информации мне подается в более-менее готовом виде и мне остается ее только проанализировать с этим у меня все хорошо по-прежнему пока так вот они сейчас примерно сумели собрать две полноценные бригады тяжелых то есть с танками с артиллерией степень их боеспособности мне неизвестна но она в любом случае выше чем гарнизон Приднестровья и Приднестровская армия я давал информацию свою личную оперативную на своей странице о том что это моя информация то есть она не от кого это о том что недельной давности например у меня на странице публиковалась о том что в Румынии в Молдавии произошла замена целого ряда штабных офицеров молдавской армии на офицеров румынских и что в Молдавии комендантские роты которые фактически выполняют функции военной полиции на сто процентов личный состав заменен молдаван на румын то есть это говорит о том что кто-то собирается гнать молдавскую армию в наступление невзирая на ее желание или нежелание кроме того поступала информация из открытых источников о том что на территории Румынии находятся уже сформированные отряды и батальоны которые служат внесут службу в форме молдавской ну естественно которые укомплектованы румынскими кадрами военнослужа Румыния страна член НАТО совершенно не обязательно что она будет участвовать в боевых действиях открыто опять же те кто давно следит за моими выступлениями знают что именно это я прогнозировал в случае войны я говорю что Польша Румыния и вероятно через какое-то время Турция обязательно поучаствуют в этой войне хотя бы в виде своих ЧВК или военнослужащих переодетых в украинскую форму вот в принципе с небольшими поправками это уже готовится к реализации в самое ближайшее время поэтому Приднестровье скорее всего будут давить с двух сторон но могут теоретически раздавить и с одной причем им не нужно там штурмовать колбасную я немножко знаю качество тамошних военнослужащих они все местные я думаю этот склад их зададут без боя местные прапорщики и офицеры к сожалению мой прогноз с посокой вероятностью даже не взорвут даже не взорвут? даже не взорвут надеюсь ошибиться просто я знаю местную расслабленную как говорится которые типа проживем и прожили и при этих проживем и при этих примерно так знаете минировать и взорвать это две разные вещи ну будем надеяться что я ошибаюсь и что специалисты ГРУГШ там работают и сумеют сделать если это будет зависеть от местных почти точно не взорвут да я на все подобные вопросы зачем не берегут мосты через Днепр почему не наносятся серьезные удары по центрам управления например по даже когда там там было наполнение какое-то да в этих центрах и все подобные вопросы я не могу сказать какие есть тактические на этот счет соображения я все это объясняю для себя следующим образом в Москве в Кремле до сих пор надеются на то что удастся достичь компромиссного договорника после того как провалилась полностью концепция первого этапа операции то есть на то чтобы достаточно ввести войска и повториться 14-й год в Крыму после этого Кремль судорожно начал дергаться в поисках договорника который позволит ему с относительным сохранением лица уползти обратно в норку влачив туда свой лысый розовый хвост поэтому видимо и не производятся те действия которые должны производиться в любой нормальной серьезной войне которая на самом деле идет но которую в Кремле не хотят верить я думаю в этом причине именно в этом а мелкие договорнички между отдельными олигархами одним из которых является как известно наш министр обороны который очень богатый человек даже по меркам Российской Федерации это тоже я не исключаю почему нет ну почему особенно вопрос Днепропетровском с которым является священным местом для нашей еврейской элиты точно та же как для еврейской элиты украинской почему как говорится там такие вещи если у нас извините идет фактически война один из людей отвечающих за экономическую политику Российской Федерации снова у нас в Израиль якобы на лечение собирает Кудрин сейчас собирается снова слетать на выходные отдохнуть это вот возвращает нас к вопросу тому что я сказал в самом начале не меняясь сама в себе наша элита не способна держать победу в этой войне потому что она как правильно выразился в свое время по-моему Бжезинский она не совсем наша элита давайте следующий вопрос Игорь Иванович а можно подробнее раскрыть вопрос Коношенкова у меня более такой подробный вопрос как вы в целом оцениваете работу наших СМИ достаточно ли военкоров на местах и что можно сделать чтобы улучшить ситуацию в том числе простым людям да вопрос такой очень сложный сложный составной поскольку три большие разницы между пропагандой и улучшить жизнь большим людям да то есть два разных вопроса вообще принципиально на какой отвечать на самом деле самый важный наверное пожалуй вопрос как вы считаете в целом наши СМИ что она делает реально наши СМИ в основном официальные государственные СМИ маскируют провал украинской политики помноженный на провал военной операции это их главная задача замылить вопрос и предоставить российскому руководству время на то чтобы прийти к какому-то решению по данному вопросу при этом держа население в более-менее спокойном состоянии с точки зрения тактической задачи вменяемая ну вот исходя если поставить себя на место руководства вменяемая задача при этом как говорится рассказывать людям правду это может быть контрпродуктивно с точки зрения выполнения этой задачи и коношенков как и все наши сми занимаются только этим другой вопрос что так как они этим занимаются это просто идиотизм давайте просто вот ну если они рассчитывают что все русские люди идиоты то тогда да все хорошо но у нас значительная часть людей значительно умнее чем некоторые наши пропагандисты их хозяева откуда мы узнали о резне в буче из украинских сми а откуда мы узнали что буча оставлено 4 дня как назад из наших сми после того как украинские сми рассказали нам что буча оказывается нами оставлен я специально просмотрел все сводки от коношенкова за те дни вот взял просто подряд и пустил обычно я его не смотрю ну так вот ни сдачи бучи ни сдачи бородянки ни об отступлении вообще с киевского направления как на правом берегу Днепра так и на левом берегу Днепра коношенков не сказал ни одного слова он он сообщал о мифических уничтоженных самолетах ну там часть не мифическая но судя по количеству знаете как по крайней мере сильно преувеличено да то есть сообщал о количестве пораженных объектов и даже в день когда наши войска отступали из-под Киева он сообщил что на одном из направлений российские войска продвинулись на 8 километров и только после нет они действительно в этот момент наступали вот Украина оставляла Старобельский карман как раз на севере Луганской Народной Республики и там наступая в пустоту наши войска совместно с ЛНР продвинулись на 8 километров но дальше Украина начинает раскручивать тему Бучи Резнев Бучи и надо что-то сказать потому что информация все-таки как-то интернет работает его еще не отключили информация попадает в том числе к российскому потребителю и вот тут Коношенков говорит что какая резня Буча мы Бучу оставили 4 дня назад только это а так бы вообще ничего не сказал допустим о сдаче Бородянки вообще не сказали ничего об этом написал Олег Царев который там плакал над тем что люди которые он там месяц работал ими люди с которыми он работал их даже не предупредили о том что наши отступают они остались во власти украинских партнеров кстати я так понимаю что значительная часть из них и стала жертвами вот этой так называемой резни Бучи кто кто слышал о том как были разблокированы суммы и чернигов в исполнении Коношенко никто он ни слова просто не сказал ни слова это простите не военная пропаганда это если брать аналогии с 41-м годом это как если бы наши сдали Киев Совинформбюро просто об этом бы не объявило вообще ну не было такого случая это не пропаганда это пародия на пропаганду пропаганда должна быть относительно правдивая чтобы люди в нее верили если люди перестают пропаганду верить то завтра если эта пропаганда начнет работать по-настоящему нормальным ее все равно не будут верить а это один из моментов при которых ну один из кирпичей вот в вернее не кирпичей это по-другому называется это очередная лопатка при раскопках ямы для поражения потому что это не строя это не строительство это разрушение если пропаганда не умна она если она не ведет к нужной цели она становится инструментом в руках врага поскольку враг ее использует уже в своих целях для разложения готовности общества к войне и здесь чрезвычайно важно не количество военных корреспондентов которые находятся на фронте а тот контент который они подают публике обществу нам если их будет там тысячи человек и все они будут рассказывать сказки как коношенков и врать откровенно ну пользы от них будет меньше чем больше их будет тем меньше будет от них пользы и больше вреда другой момент что отдельные корреспонденты хотя бы пытаются донести даже не до нас а до властей реальную обстановку хотя бы частично но на телевизор это не попадает от слова вообще это только попадает в интернет то есть допустим какие-то критические слова поддубного коца вот что филатов я не слушаю они пытаются что-то сказать даже даже они пытаются но это все только в интернете а на официальную картинку на официальную пропаганду никакая критика не попадает вообще поэтому еще раз подчеркну речь не о том что нужно много корреспондентов нужно выработать нормальную идеологию и нормальную пропаганду которая будет людей не разочаровывать которая не будет ставить людей перед проблемой что выбирать кому какой пропаганде верить своей но явно уживой или вражеской но содержащей может быть чуть больше правды просто информативно такой дилеммы не должно быть это демотивирует людей просто демотивирует в том числе самых хороших в том числе которые потенциально наши друзья и союзники и наши солдаты немножко сумбурно но кажется ответил как вы оцениваете шансы на ее успех еще раз мобилизация это не только в моем понимании по крайней мере это не только рассылка повесток военкоматами по людям это не только отлов тех кто попался или там сбор тех кто явился одевание как на Донбассе было в форму и отправка на фронт без малейшего обучения как проходила мобилизация на Донбассе вот она проходила в худших даже нет нет это не худших традиций такого вообще никогда не было просто никогда ни при царе ни при советской власти никогда такого позора не было как проходила мобилизация на Донбассе когда людей без малейшей подготовки не обучая даже стрелять не обучая даже разбирать собирать оружие кое-как вооружали кое-как снаряжали ставили под команду командиров которые сами ничего не умеют и не знают и после этого отправляют прямо на фронт без единого дня на боевое слаживание это простите не мобилизация это даже так даже в 41-м ополчение не формировалось даже в 41-м так не формировалось ополчение в острейшей ситуации разгрома подвязема и котлов хоть какое-то время людей обучали в запасных подрочистях подразделениях проводили сколачивание этих подразделений чтобы люди хотя бы познакомились друг другу со своими командирами знали их в лицо на Донбассе вот просто я не знаю как это назвать за такое расстреливать надо придавать военному трибуналу и в 24 часа к стенке причем без каких-либо разговоров по одной простой причине потому что результатом становятся огромные неоправданные и без малейшего вреда противнику потери и потери простите лучших русских людей которые не сбежали не спрятались не побежали с семьями в качестве беженцев а явились и пошли воевать и не бросили при этом оружие и не побежали сдаваться это золотой фонд а то в каких количествах их извините кладут и увечат об этом мы говорить не будем об этом я надеюсь многие здесь и сами знают я знаю хорошо мне с Донбасса пишут много каждый день разные самые люди причем находящиеся как это принято говорить в окопах а здесь очень сложно определить где заканчивается вредительство и где начинается гедонистический идиотизм когда люди не привыкшие работать вообще выполняют команды чисто формально лишь бы ничего не делать и наоборот где заканчивается вот этот идиотизм и начинается сознательное вредительство в каждом случае должен трибунал разбираться отдельно но лично я полагаю что конечно же постановка к стенке это кто касается главных инициаторов такой мобилизации всех остальных штрафные роты у нас людей мало штрафные роты это лопата в руки и рыть окопы оружие давать нельзя ни в коем случае таким людям они все равно ничего не смогут а с противоположной стороны тоже с противоположной стороны тоже не сады не фонтан но намного лучше намного лучше хотя бы потому что во первых их больше тупо больше во вторых они да они создают сырые бригады новые сырые части батальоны вводят их в бой которые если они натыкаются на сколько-нибудь опытные наши части они несут очень большие потери они об этом бопят кричат тоже страшно этим недовольны но они решают стратегическую задачу которая мне лично ясна просто ну вот как как пять пальцев они выигрывают время и время на формирование новых стратегических нового стратегического резерва частей и соединений и выбивание да за счет своего мяса они выбивают наши лучшие войска стачивают их как-то принято говорить а в это время готовят силы которые они используют скорее всего уже летом причем скорее всего массированно то есть как велит военная наука надо четко понимать что командуют украинскими войсками отнюдь не украинские военные и командуют не самые неопытные люди командуют военные которые прекрасно научились использовать прокси формирование в Ираке в Сирии в Афганистане которым абсолютно не жалко туземцев но которые стремятся достичь конкретного результата этот результат отнюдь не достижение неких новых стамбульских договоренностей это результат разгром сначала России на Украине а потом разгром России вообще желательно руками только украинцев желательно но на следующем этапе убедившись в том что наши силы надорваны они не постесняются я думаю употребить часть своих войск по крайней мере подчеркиваю Польша Румыния и возможно впоследствии Турция Турки думаю когда они почувствуют решат что пора клевать ослабшего как говорится противника они тут же отбросят все сантименты прилетят на тушу вот я по-моему не закончил свою мысль касабельно мобилизации так вот мобилизация это процесс затрагивающий все стороны подготовки государства к войне это мобилизация не только людей это мобилизация экономики мобилизация тыла мобилизация всех сторон жизнедеятельности это мобилизация промышленности постановка ее на военные рельсы это мобилизация снабжения потому что чем больше армия тем больше она извините за выражение жрет и кормить ее надо каждый день а производит она ничего только убытки и чтобы накормить большую армию требуется экстраординарные усилия далеко выходящие за пределы так называемого свободного рынка даже в том исполнении в котором он имеется сейчас у нас если попытаться проводить мобилизацию только людей опять же без идеологии если условно говоря собрать даже вас всех и нас всех вместе выдать нам каски образца 43-го года трехлинейные винтовки пусть даже с ПО-4 с которым наверное здесь уменьшат обращаться единицей а устройства трехлинейки знают только военные реконструкции еще что ко мне обращайтесь я имею ввиду что с точки зрения человека который не имеет опыта общения с винтовкой с ПО-4 лучше бы ему выдали простую потому что снайпера можно подготовить далеко не из каждого человека остальным этот ПО будет только мешать и очень сильно так вот после этого в качестве выдадут сидор кстати очень неплохой предмет ничуть не хуже ранца только морально устаревший и после этого правят бой против противника у которого есть автоматы с тепловизорами с приборами ночного видения в которых на роту по беспилотнику на каждую а иногда не по одному иногда и на взрыве взвод я не знаю через какое время вы все скажете ну и нафиг эту войну давайте-ка повернем штыки против тех кто нас отправил на убой без малейшей возможности нанести вред противнику это при достаточно при том что вы все обладаете необходимой идеологией и вас теоретически можно отправить в бой и вы будете воевать что а вот как раз на вас категорически их не хватит на вас так же как их не хватает мотивированным бойцам Донецкой народной республики которые вооружают дерьмом начало прошлого века ну не дерьмо конечно винтовка трехлиниках хороша но против АК снабженного всеми прибамбасами типа тепловизора она ну вот только случайно может победить в районе поэтому без всесторонней мобилизации снабженной соответствующей идеологией поддержанной нормальной пропагандой о невосполнении педерастов Красовского и всей командой Маргоша Симоньян что называется без этого во-первых мобилизация будет в значительной степени провалена поскольку от нее будет скрываться три четверти призывников если не больше я не про вас в данном случае говорю не про себя во-вторых она приведет очень к тому что через какое-то время голодные плохо снабженные и не понимающие зачем их гонят на убой некомпетентные командиры войска просто повторят февраль 17-го года кто будет штаб скептан Ложкевич по-моему первый был убитый если мне память не изменяет тут буквально на скидку давно не перечит точно и убил его унтер-офицер Кирпичников как известно это я тоже хорошо помню которого потом за огородами пристрелили офицеры штаба Лавра Георгиевича Корнилова Кутепов на тот момент командового рота насколько я помню то есть по-моему или батальон но тем не менее это было во время да вот поэтому поэтому так в Кремле и так и боятся и не хотят мобилизации потому что мобилизация это они должны должны будут работать так как должны работать во время войны то есть минимум 18 часов в сутки работать а не изображать работу и не летать в Израиль на выходные они этого во-первых а не умеют во-вторых категорически не хотят и очень боятся поэтому они будут дальше всеми силами надеяться на договорнички которые рано или поздно удастся достичь а войскам чтобы склонить партнеров подчеркиваю по-прежнему партнеров уважаемых к договорнякам а партнеры не пойдут ни на какие договорняки у партнеров поставлено задача которую они не могут не выполнить у партнеров поставлена задача воевать до победы над Россией подчеркиваю даже не над РФ над Россией хотят они или не хотят они эту задачу будут выполнять оружие им дадут вот столько денег им дадут напечатают все так бумажки вот столько вся европа и соединенные штаты будут их снабжать поэтому я не знаю когда будет мобилизация но мобилизация обязательно будет по крайней мере ее попытка если будет нормальная мобилизация с учетом всех факторов о которых я сказал тогда это будет мобилизации если нет но это будет первый шаг масштабной смуте полномасштабно в любом случае от нас с вами в данном случае зависит только попытка достучаться до руководства с объяснением им реальности насколько это в наших силах а ну не достучимся но будем жить дальше условиях смуты ну чтобы увидеть то что я уже видел много раз то что сейчас видят люди воюющие на украине живущие там увидим здесь страшно плохо тем не менее жизнь до там все как сейчас не было там периодически было и хуже и лучше сейчас конкретно очень большие проблемы с доставкой гуманитарки даже не на российской границе а именно на границах так называемых республик почему так называемых это не потому что я не уважаю выбора народа донецкого наоборот его восемь лет не уважали в кремле до недавнего времени о том что руководят этими республиками такие пораженные жулики и мерзавцы как денис капушилин и вся его замечательная команда где половина идейных укропов и третий не то что три четверти а 90 процентов если не больше не то что не защищали республику в четырнадцатом году были в районе киева это время бежали туда и у них есть свои коммерческие интересы которые они намерены реализовывать независимо от того идет война не идет они достигают как наш президент благосостояния личного у них это национальная идея такая поэтому со стороны донецка и луганска сейчас погранслужба так называемая которая опять же не надо воевать которую на фронт не посылают создали препоны для доставки гуманитарной помощи поскольку естественно если гуманитарная помощь будет прибывать достаточно массово то это не позволит им получать сверхприбыли от того что они завозят по официальным каналам потом там продают потому что сейчас легче купить снаряжение в донецке за деньги чего его провести туда бесплатно и на этом кто-то имеет неплохие деньги понимаете очень неплохие день раз государственная погранслужба днр и онр помогает этим людям то они фактически ну вредительство это называется в условиях войны вредительство когда беспилотники берцы броники не попадают солдатам бесплатно а солдаты вынуждены их покупать у своих же собственных толовых жуликов тесно сроченных с властями ну а с другой стороны чего вы хотите-то пушили насажал на престол сурков патентованный враг русского мира сатанист настоящий он реальный сатанист он стихи сатане посвящал это же известная вещь наркоману чего он даже не скрывает на кокаине сидящий сидит в абхазии спокойно никого не трогает молчит чушь собачий чушь полная собачий чушь также ходили слухи об аресте генерала беседы и что я сразу назвал чушью потом не подтвердили бывшие коллеги что все на месте все хорошо даже выговора нет хорошо нормально и вот он по моему вчера или позавчера появился на похоронах генерала леонова все хорошо замечательно генерал-полковник все как обычно и у суркова тоже может быть правда его давно не было слышно но я полагаю что если бы арестовали крика и вопли было бы очень просто очень очень-очень-очень на самом деле самое национальное иска идеологии заточены именно на самые низменные человеческие чувства и она работает понимаете на что опираться я почему не говоря необходимости идеологии не говорю о ее содержимом потому что но это голос вопиющего в пустыне да знаете то есть никто не слышит она изовну вы я полагаю что такого вот лозунга до которого 1 чтобы всем вот был абсолютно понятен и поддержан его не буду просто его не существует русский мир до русский мир должен лежать в базе обязательно должно звучать православие обязательно если этого не будет это уже будет скажем так работа на врага фактически надо не забывать что на украине очень много православных верующих как это ни странно там сильнее очень сильные секты даже сильнее чем российской федерации очень сильные секты особенно баптисты всякие адвентисты пятидесятники их огромное количество имя охвачено по некоторым данным более 20 они в определенных регионов 30 процентов населения чтобы всех этих сект и естественно находится в сша там огромное количество тоже атеистов там но все еще на украине много православных верующих если мы не сделаем это я говорю с чисто рациональной точки зрения не потому что я православ если мы не не используем этот фактор в идеологии то то что мы тогда вообще будем использовать подождите давайте мы не будем превращать пока по крайней мере в дискуссию давайте не будем митинговать хорошо то есть я не успеваю отвечать на одни вопросы когда уже начинается вот я все-таки закончу вопрос про идеологию который для меня очень непростой на самом деле он вообще ни для кого не простой потому что нет одинаковой идеологии которая понравится городскому эмансипированному к нынешнему миру потребления жителю там мужику из деревни которого там немец не дойдет даже если будет идти там три года как он мужик думает на самом деле все до него дойдет и быстро не в виде немца виде голода и разорения и для допустим какого-нибудь антона красовского который вот маргарита симоньян топит за русский мир а потом идет и снимает свою передачу про гомосексуализм не скрываю то что является активным представителем данного течения так называемый понравится всем не получится точно вот сейчас у нас раскручивается очень опять же не в качестве официальной диалоги я как бы опробируется идеология так называемого как это вот киренковская система то новое то есть что то такое что не какое какая меритократия господь посмотрите на этих людей какая-то милита там не единственными ли то что они родились вот и дружили вот в школе там учились или еще там рядом или там мебель проставили когда товарищ был еще вот где-то там там не мерита там антимерита и анти вот это значительной степени там головой едят некоторые просто нет они пытаются скажем так создать новую некую антифашистскую мультикультурную мультинациональную некую общероссиянскую я почеркни общероссийского общероссиянскую идеологию которая вот борется со злым украинским националистическим нацизмом вот примерно так не работает от слова совсем не нравится никому но они что-то вот пытаются слепить потому что это отвечает их собственного мультикультурному абсолютно атеистическому абсолютно как бы это помягче выразиться не буду духу их нему кириенко там пескова шойгу их нему это примерно отвечает то есть вроде бы они сами не русские они себя во первых они по крови не русские но они по духу не русский а уж то что назвать их православными ну какое-то где ну не как только если вот снять ролик про подогретую прорубь показывать его показывать его через три года когда люди удивляются извините снега уж не было у вас он и есть там нормально все хорошо поэтому если завершает вопрос я считаю что в основе должен действительно лежать идеологии русского мира второй необходимый компонент это христианское отношение христианское православное отношение к миру 3 это социальная справедливость настоящие они фальшивы без социальной справедливости никуда мы не уедем третье умеренный русский национализм подчеркиваю национализм национализм это любовь к своему народу а не презрение к остальным народам отнюдь презрение к остальным народам это нацизм это то что сейчас на украине в чистом виде презрение и ненависть потому что из презрения рождается нет это вот три основных компонентов которые должны лежать в основе идеологии на которые уже должно нанизываться все остальное я не теоретик и не философ да это одно из необходимых условий я согласен только это еще одно необходимо в объединение русский мир собственно это и предусматривает объединение всех русских составе государства социально справедливого которое нацелено не на выкачку из населения денег и ресурсов с вывозом их дальнейшую за границу вместе с детьми и внуками а на построение здесь действительно государство в котором ну не всеобщего благоденствия такого на руси никогда не было и не будет никогда но хотя бы государство где не будет стыдно жить куда будут стремиться другие люди стремиться оттуда где федерастия транссексуализм и прочее дерьмо становится не просто нормой а навязываемой нормой жизни куда будут стремиться все нормальные люди у кого есть хотя бы христианское базовое отношение к миру неважно даже вера там хотя бы базовая для предков полученные традиции вот это государство нам нужно строить такое но строить его к сожалению с подавляющим большинством нынешних представителей власти невозможно и если они не выдвинут такую идеологию именно потому что им это такая идеология вот здесь вот она вот так вот солыпинским галстучком может обернуться по выражению начала прошлого века хороших времен у нас не было него ты имеешь к нынешней ситуации во первых вся наша история у нас нет другой истории и у нас ее не будет это тот тезис который постоянно повторяю даже вся наша история начиная от рюрика и заканчивая горькой алкашом и удушкой горби это вся к сожалению и к счастью нашей истории она неразрывно переделать ее невозможно и всегда были самые тяжелые времена были люди которые помнили о чести о совести о своем народе и всегда были мерзавцы которые сосали кровь наплевав на всех и на все это так и будет до второго пришествия всегда вопрос конечно в соотношении лучше всего русские люди жили в конце империи вторая половина 19 начала двадцатого века что обернулась как известно как куда а в этой связи я вспоминаю славную историю города глупого салтыкова щедрина кто не считал настоятельно рекомендую там есть такое глава я вы я вижу вас город семь лет не горел семь лет не было ни урожаев потопов в результате результате из населения решила что раз все так хорошо то работать вообще не надо и чем это кончилось читайте в истории города глупого замечательного михаил еврофовича салтыкова щедрина для города глупого кстати еще одно замечательное сравнение которое вот я вспоминаю прочитав эту книжку это то как головотяпы с кассобрюхами воевали вот вот это сейчас очень соотносится с тем как мы сейчас воем как головотяпы воюет с кассобрюхами вот перетяпали в итоге будем надеяться что и в этот раз получится вот ну ладно давайте ваш вопрос смелее говорите я много про себя читаю в интернете есть чего можно уточнить просто сразу вопрос откуда идет такая с какого участка фронта такой информации диндюм донбасс дин вас большой 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 вангл анбасе есть донбассе есть авдеевка на донбассе есть маринка донбассе есть район южнее курахова ну много участков на донбассе на изюма под изюмом наступают наиболее серьезное идет наступление там наши хоть как-то хоть медленно но продвигаются нет уже все уже нет только у коношенкова он такой был я просто сразу перебью вы продолжите да насколько по данным на неделю назад на украине заметно упали цены на гсм если допустим после налетов второй недели операции когда целенаправленно начали бить по резервуарам по заводам и прочему цены на топливо взлетели до 45 гривен и выше за литр гсм то сейчас на это где-то на 10-12 гривен ниже это некоторых местах может и закрывают ну видимо ударили после поднепровскому нпз хорошо отстрелялись может быть информация меняется поймите я не могу претендовать на полную абсолютную знание ситуации я думаю что это даже в кремле не могут претендовать а вы точно имеете информацию со всего донецкого фронта с нашей страны так хорошо я просто хочу сказать что с нашей стороны уже тоже ну по крайней мере по крайней мере в некоторых местах понимаете здесь я просто хочу сказать следующее война идет на истощение пошла пошла это именно та война кровавые тени толкали его так называл который а самой негативных последствий для россии самых негатив не я предупреждал годы что или операция должна быть быстро и стремительно с решительными целями достаточными силами нет вот сейчас благодаря нерешительным недостаточным неуверенным и непрофессиональным действиям нашего политической власти и командования мы скатились войну на истощение и в этой ситуации воюет не маленькая украина хотя тоже она не маленькая с большой россии а руками украины с нами воюет весь мир и дадут они и снаряды и пушки и танки и патроны и гсм дадут для военных хватит всего но украинцев есть проблемы в первую очередь в гражданском секторе армия у них обеспечена нормально относительно конечно я не говорю там чтобы блестяще там тоже хватает и варья своего вот так вот там тоже хватает и разгильдяйства и тупости и всего остального прочего это обычная русская армия только вот под этими знаменами то есть не самых лучших периодов ее существования скажем так но войне на истощение абсолютно неважно сколько мы выбьем у них танков или пушек вы думаете что соединенных штатах если украина потеряет миллион солдат убитыми там что-то расстроится кто-то для них это минус миллион русских в любом случае минус миллионов минус миллион потенциальных христиан славян потенциальных врагов короче говоря потому что все равно с ними придется разбираться когда они их используют все равно их придется америке у телевизирует для них потеря вы что думаете если наши взяли изюм ну слава тебе господи взяли сколько таких изюмов на украине еще 100 изюмов возьмут вы что думаете если война будет продолжаться соединенным штатам будут война при нет него не прекратится война и соединенные штаты не будут этим недовольны для них главное чтобы сохранялся фронт и на нем шли активные боевые действия не хватает снарядов подкинут уничтожить часть по дороге еще подкинут вся экономика европы военная вся военная промышл сша будут работать на украину пока украины готова сражаться поэтому в данном случае будет там трудности с боеприпасами будет ли там трудности с гсм вопрос том что у нас через какое-то время начнутся трудности которые нам если не начнутся прямые поставки из китая всего необходимого аппарата пока речи нет который нам не откуда будет пополнять подождите у вас еще есть у нас ведь кажется только попробуйте да пусть потока попробуйте за спинами женщины и детей да то есть донбасса только постоим я вижу сейчас пока как будет развиваться ситуация в перспективе я пока не буду тому же гадание на кофейной гуще и вилами по воде а вот что касается ближайших тактических действий я примерно предполагаю как они будут поступать я предполагаю что через какое-то время например в мае уже возможно польша ведет на западную украину свои вооруженные силы в качестве миротворцев которые возьмут под охрану часть белорусского украинской границы это волынь и уцк возьмут под охрану львовскую область и высвободят те подразделения в силу которые сейчас там несут гарнизонную и службы обороняются для восточного фронта и то есть 45 может быть больше бригад это зависит от того как продвинуться поляки поедут на усиление не беспокоясь за ты кроме того соответственно ведя войска не развернут там свою войсковую пвох и тогда наносить удары по мостам ахведуком и прочим военным объектом станет на порядок сложнее даже при иначе ракет потому что через какое-то время они дадут американцы противоракетное достаточно быстро полякам дадут полякам дадут и соответственно западная украина станет неуязвимой для того оружие которое сейчас есть в распоряжении российской федерации которого сейчас против которого сейчас украины нету козырей второе будет вероятно в течение мая и июня к сожалению ликвидирована днр и нр она будет взята под контроль совместный украинском румынских войск и молдавских войск виноват пмр не извините говорился да извините вот а вы считаете что падение террас полей бнд в которых я защищал 92 это хорошая но вот в данном случае не известно еще что хуже с точки зрения сейчас давайте это самое вот по очереди я сейчас даю вероятный сценарий ближайшего вмешательства вот это мешать что будет ближайший скорее всего а дальше все будет зависеть от того насколько россия даст настоящий ответ на это вторжение или опять обойдется глубокими озабоченностями и протестами в исполнении бессменного господина калантаряна именуемого у нас лавров давайте какой ответ я сейчас давать ответ не буду потому что если бы я был владимир владимировичем или хотя бы сергей кужугетовичем тогда бы это как-то звучало в моих сортах а я простите у меня отделение пехоты под командованием нету чтобы такие вещи говорить вы хотели что кириенко занимается внутренней политикой в администрации президента раз на кириенко возложена задача по курированию днр в нр значит речь идет об интеграции днр в состав российской федерации есть какая-то надежда ну есть надежда что пушилин станет губернатором донецкой народные донецкой народной республики составе российской федерации например или донецкой области вот по крайней мере такая надежда есть если мы не умудримся к этому моменту проиграть так давайте по очереди вот мы с другом поступили он в украину я в россию оба морской университет и мы сравнивали то есть я ему скинул свои фотографии что у нас программу которая у нас и стипендии вот и он показал просто на самом деле шикарные условия для обучения в университете и я свои где я живу как в сараях реально вот и у меня к вам такой вопрос может ли быть может ли быть такое что украинцы просто ну не украинцы а украинская сторона просто не хочет быть в таких же условиях я понимаю я поняли я понял ваш вопрос я сейчас попробую ответить во первых пусть ваш друг запомнит и бесплатный сыр бывает только в мышеловке не как только украина будет использована и выжата досуха в ходе этого использования плата за кровь перестанет поступать вместе со всеми преференции перестанет и поскольку в результате этой войны украина будет разрушена в любом случае чрезвычайно сильно то конечно наемником воюющим против своего народа своего собственного языка из-за права чтобы их дети не были русскими платить будут когда немцы набирали хиви и полицейские батальоны они справедливо в значительной степени говорили вы что хотите обратно в сталинский сц только потом хиви вязали кровью и заставляли выжигать деревни совсем населением но при этом хиви хорошо питались по отношению к этому населению и по отношению к партизанам тоже были одеты в хорошую форму неплохо вооружены и у них была перспектива на будущее как они думают поймите верность своему народу и своему отечеству своему языку своей культуре своим предкам она не измеряется тем как тебе сейчас дадут жрать пить и в каких условиях готовить я понимаю я то есть бесполезно бесполезно я подчеркиваю бесполезно общаться с человеком который все меряет на то я все я я понял я отвечу на ваш вопрос дальше да подавляющее большинство людей не альтруисты да подавляющее большинство тем более современных людей ориентировано в первую очередь на достижение достатка к сожалению вся наша так называемая элита на это ориентировано больше чем полностью и соответственно задает культурный образец для всего остального населения да естественно какова власть каков поп таков и приход и да нам надо создавать не только идеологию нам надо создавать для своего населения перспективу не бедной жизни а достойной жизни для большей части населения а не сверх богатой для узкой кучки пиявок да отношение у нас сейчас такое но из него готовят наемника просто наемник конечно и будут манипулировать это все то о чем я говорю то что все должно делаться в комплексе идеология то не должно то что болтает по телевизору какой-нибудь орган то потом едет в израиль и там живет пьет еще и за счет тысяч людей которым он только что врал это важный вопрос да да покупают да покупают да покупают и будут покупать и будут покупать более того когда ситуация здесь ухудшится в ходе этой войны и здесь будут покупать и говорить посмотрите как живут на украине будут покупать и многие на это мало того что поведутся уже многие так думают уже думают что лучше мы будем мыть задницы старикам в европе но за там 3000 евро чем здесь там работать за 200 для того чтобы россия пошла на любые реформы ей нужна ответственная элита до когда проиграли крымскую войну все болячки империи почевавший на лаврах как говорится вылезли наружу начались реформы но эти реформы начали проводиться той же самой элиты которая у нас была извините можно сколько угодно ругать государя николая павловича но это был царь-рыцарь который заложил основу для реформ своего сына александра второго потому что такого количества учебных заведений которые были при александр при николае палыче основаны с нуля причем всех уровней больше никто уже не заложил даже по мере развития россии огромное количество все было заложено тогда не так все просто было простить а что заложила наша нынешняя элита за 30 лет своего правления сделан с первого года если не считать там еще в бачевшину у нас уничтожили основу основ станкостроения инструментальное производство а с это основа основ любой промышленности работающий и когда у нас госпожа матвиенко рассказывает о том что надо же у нас гвоздей в российской федерации не делают если бы дело только гвоздями ограничил давайте не устраивать еще раз митинг помитинговать можно позже давайте отвечать на вопросы в марте 2014 года был очень мощный всплеск патриотизма русская идея а сейчас этого не происходит значимая часть народа в депрессии находилась первые недели почему народ не включается в поддержку я значит хорошо во первых начнем с того что в 2014 году пропаганде удалось создать у нашего народу население нашей страны у значительной его части впечатления том что мы живем хорошо и это основывалось на определенном уровне жизни людей уровень жизни людей пусть рос намного медленнее чем росли состояние наших миллиардеров но он все равно рос за счет высоких сырьевых цен за счет распродажи за счет ресурсной ренты условно говоря действительно уровень жизни людей рос и никогда русские люди не жили так хорошо будем прямо говорить как они жили вот этот золотой век путина может его назовут со временем также также как запомнил до 91 года были прибрежнее лучше всех жили при советской власти но все это делалось за счет проедание фактически ресурс просто проедать это сделать за расчет за распродажи ликвидации вот условно говоря насыпали бесплатного корма его жрали наплевав на все остальное но действительно в четырнадцатом году люди гордились многие свои державы у них было обоснование они чувствовали себя хорошо они были уверены в победе они были многие не я но были уверены в президенте прошло восемь лет за это время доходы сильно сократили тот же самый президент провел такие исключительно популярные меры как повышение пенсионного возраста до которого большинство мужчин нас просто не доживает еще много замечательных таких проведена ковидная вот это вот нервотрепка которая как минимум подчеркиваю на психическое состояние всего народа повлияло угнетающе потому что когда человеку заставляют носить наморник вопреки всякому здравому смыслу элементарному это не может не отразиться и когда на них до китайца психоз до болезнь опасная до тяжелая болезнь да я и переболел я вот год не могу нормально себя ни разу с тех пор ни одного дня себя нормально не чувствовал поставки переболел но я ее перенес вот от того что я нас я не носил никогда этот наморник и и не делал себе слава богу этой жижи которая ничего кроме вреда не приносит людям потому что человек если умрет от к виду он все равно умрет но очень многие умирают чисто от прививок очень многие умерли в статистику естественно никто не дает это комплекс огромный непопулярных мер 8 лет как будто специально путин его команда делали все чтобы людей разозлить чтобы сбить вот этот накал вот этот подъем патриотический 8 лет на том же самом донбассе вместо того чтобы там строить витрину русского мира строили какой-то заповедник дерьма поставив во главе патентованное жульё просто патентованное куда дальше то извините как тысячник ммм и создав условия когда люди на том же донбассе жили хуже чем в россии и гораздо хуже чем на украине это что реклама такая была когда действительно тех командиров которые воевали по-настоящему его ли из местных просто убили причем убили не укры их убили потому что они мешали вот поставить у власти вот это вот дерьмо которая разрушала цветущий регион в общем донбасса по крайней мере для украины он был цветущим этим занимались 8 лет это что никак не могло все вместе не могу отразиться настроение людей вот оно и отразилось доходы реальные упали причем заметно пенсионцы продлили власть показала что она что весь этот русский мир это вот ничего для нее ни одно говно которое надо было срочно менять четырнадцатом году но они все на своих местах и по-прежнему блестяще нами руководят просто блестяще изумительно мы все это видим по спецоперации когда теперь обстреливает донбасс теперь обстрелит российскую федерацию а вот а уважаемые партнеры с ними в стамбуле по-прежнему договорились вот я думаю я исчерпывающе ответил наш вопрос хороша ложка к обеду побеждать надо было тогда если бы тогда путин победил в том числе запустив необходимые для победы для противостояния всему западу внутренние реформы сейчас было бы совсем другой калинкор дожить бы было может быть не так весело но по крайней мере нам не угрожала война со всем миром а теперь когда дотянули до самого края когда противник восемь лет готовился причем не только украина готовилась к этой войне сша готовились к этой войне и англия готовилась к этой войне вот когда они подготовились вот мы начали со всей дурацкой мочи помните такое там конек горбунок пожалуйста приказ хамзан ахматович он них и миром работы что прикажут то и сделаю прикажут будут воевать против них прикажут будет против нас вот и все да вы еще я на этот вопрос отвечал уже много раз но еще раз повторю за год до начала событий нынешних ровно такая же ситуация сложилась зимой прошлого года когда это было понравено по один из последних контактов моих с тогда еще с бывшими коллегами когда даже кто-то из них ко мне обратился с выпущенными глазами с вопросом они реально готовятся наступать что неужели неужели семь лет я говорил о том что рано или поздно этот момент произойдет а вы вдруг без таким удивлением об этом говорить и тогда наш славный фанерный маршал начал со всей страны собирать войска со всей страны тоже как сейчас собрал уважаемые партнеры посмотрели как-то вот у них расхотелось им наступать после этого наши тоже войска отправили по пунктам постоянной дислогации все вроде успокоилось партнеры подготовились еще лучше и опять осенью прошлого года опять начали собирать войска в количествах более чем товарных и опять стал вопрос давайте опять соберем со всей страны наши войска постоим авось партнера не будут наступать а партнеры демонстрировали что будут решили ударить превентивно вот как я отвечаю на это действительно удар был превентивный но я уверен что если не прямо вот сегодня то рано или поздно они дождались до момента когда они совсем хорошо подготовились и ударили бы наверное ударили бы в этом году я так думаю пожалуйста я не хочу комментировать этот вопрос по одной простой причине толку от моих комментариев не будет никакого а воней в интернете будет море понимаете коммунистическая идеология реально мертва на территории россии и на территории украины тоже попытки ее реанимировать ни к чему толком не приведут но если кому-то вот хочется вот восстановить из местного населения вот пусть сами восстанавливать я не против а так то глубокое равнодушие которое было к ленину и ко всей ему коммунистической идеологии в позднее советское время я наблюдал везде подчеркиваю не враждебно полное абсолютное равнодушие она в общем то в целом сохраняется в обществе и сейчас и начинать отчаянно бороться против мертвых по сути статуй между против объектов забытого культа то только возбуждать к нему дополнительный интерес на мой взгляд а в данной ситуации это ведет к самому неприятному моменту который очень стремятся добиться наши враги это к тому чтобы русские патриоты занялись своим любимым делом пояснять кто за них за сталин а кто за николая второго и забыли о том что их сейчас пользуют как говорится уважаемые партнеры нам сейчас нужно единение поэтому нисколько не отрицая свое не отрекаясь от своей как говорится базовых убеждений я считаю что ввязываться в эту свару красно-белую как минимум не стоит украинцы украинцы будут использовать все и они воюют по-настоящему у них нет такого что путин уважаемый партнер они этого никогда не говорили а мы все пытаемся до сих пор сменить минский позор на стамбульске пожалуйста меня давайте так меня устроит любая форма социальной справедливости формулы специальной социальной справедливости впервые вообще замечу впервые появились в нашей истории в проповеди христа если вы найдете мне более раннюю проповедь социальной справедливости тем более настолько мощно выражена совершенно кстати не приспособленным для этого мире тогдашнем очень жестоком где извините бои гладиаторов это была часть религиозного культа официального римского да и в иудее то не особенно здесь и любой иудей считал любого не иудея животным просто живот это было официально оформлено в ветхом завете я слава богу читал и ветхий завет и новый так вот если тогда не было понятия социализм было просто понятие христианство хороший христианин всегда стремится к социальной справедливости потому что это требует христианская вера если он настоящий христианин а не лицемер и фарисей который прикрывается верой для того чтобы обделывать свои грязные делишки не думая вообще о боге и о том его что требовал бог от людей поэтому если исходить из христианских просто из христианских позиций уже будет стремление к социальной справедливости насколько это возможно в нашем несовершенном мире я ответил подождите так кто и кого что еще не задавал вопросов тянут все те же давайте вот дальний вопрос хотелось бы узнать ваше мнение так как вы бывший участник преднестровских событий и я думаю у вас остались там знакомые но как там если начнутся наступательные операции нет поля знаете я не хочу каркать ничего хорошего я результатов того что Приднестровье героическими усилиями разгромит врага и отбросит его я к сожалению не ожидаю помощь Приднестровью можно подать только извне как это сделать реально сейчас нынешние ситуации наверное прекратить наступление на Донбассе срочно перебросить войска ну что бы я попытался сделать но я бы правда и так бы операцию не проводил бы никогда ну я же известный реконструктор прапорщик поэтому кто бы его мнение спрашивал я бы сейчас пожалуй да прекратил бы наступление на Донбассе тем более что оно все равно буксует но я бы не обязательно начал прорываться к Приднестровь есть на мой взгляд есть асимметричные по-настоящему стратегические ходы которые бы заставили Киев чисто военные по крайней мере заставили бы Киев забыть о Приднестровье и начать спасать другие направления насколько их видит или не видит наш замечательный генеральный штаб не знаю они моего мнения не спрашивают но на случай если там все-таки есть люди которые что-то соображают я их не буду озвучивать хорошо а то меня и так ругают из-за того что я типа ну конечно я не разделяю это мнение но тем не менее ругают что я типа раскрываю некие тайные планы и там врагу во первых меня мой дедушка замечательный Иван Константин Чернов который всю войну прошел в пехоте и был пять раз ранен он меня всегда учил одному он командовал батальоном в конце войны враг не дурак всегда полагай что враг как минимум так же умен как ты исходи всегда из того что враг видит все что видит видишь ты и будет поступать поставь себя на место врага как бы ты поступил исходи из этого будь всегда впереди врага на несколько шагов я не наблюдаю ничего подобного со стороны нынешнего российского командования вообще ничего враг почему-то считается априори тупым пассивным которого можно вот мы им составили план операции и теперь враг будет поступать так как чтобы мы выиграли эту операцию вот сейчас вот этот второй извините отвлекусь но может быть я отвечу на часть вопросов вот объявили второй конкретный рамзан ахмадович такой конкретно сказал это этап операции в ходе которого врага раз одной левой вот тут говори перемерим всех и что вот что две недели под изюмом одну деревню взяли потом вторую деревню взяли потом пол следующей деревни взяли потом еще пол деревни взяли если мы будем вот просто вот представим что враг больше ничего не будет делать кроме как обороняться сколько лет продлится эта война пока мы все деревни даже до Днепра возьмем годы десятилетия такими темпами во вторую мировую войну немцы взяли Минск на седьмой день своей стратегической операцией окружив все основные силы нашего западного фронта сомкнув клещи с юга и с севера в районе Минска и взяв сам город а нынешняя операция которая нацелена на так называемый разгром противника на Донбассе мало того что об этом две недели толдычили все средства массовой информации Российской Федерации я честно говоря я относительно военный человек и хорошо знающий военную историю вот чего я знаю хорошо так это военную историю и по крайней мере в теории что-то соображает вот я честно говоря надеялся втайне что это прикрытие для реально право что операция будет где-то в другом месте где противник ее не ждет а здесь противник сейчас вот нет 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 начали там где обещали вы законный партенционно читали законный партенционно читали какой там закон что слитки поднимаются наверх пока не прописнут нет у меня немножко другое выражение есть дерьмо стекает вниз пока не превратится в полностью жидкое состояние то есть вот так вот это более про нас чем сливки так вот вопрос нас перевернутая пирамида у нас там у партенсона типа должно подниматься а у нас вот по-другому чтобы достичь власти надо спускаться каждый раз вот чем больше лизнул жопу раз раз уже начальник лизнул два постарше подставил задницу сам вот уже ну по телевизору показывать начинают это простите это просто это до смешного это ирония но это так я это наблюдал я служа в ФСБ наблюдал как дельные толковые люди которые умеют импровизировать которые умеют работать но у которых там не кодовы лизать за это суточайство они либо остаются на своем месте а потом рыба гниет с головы что заказывают сверху то вне вверх и поднимается или в данном случае вниз это про нас теперь я возвращаюсь к теме операции на Донбассе сейчас я смотрю и вижу два ну просто это элементарно я думаю многие из вас тоже это как бы поняли два две части клещей которые должны охватить донецкую группировку севера из под изюма направление на Барынково Славянск и с юга из района Гуляйполе Орехов еще напоминает курскую дугу наоборот на заранее подготовившегося противника для такого эти планы просто очевидны ну извините надо быть полным идиотом чтобы не видеть такую угрозу за в тех местах которые наиболее естественно ну пригодны для такого наступления ведется наступление это при том что нету не создано превосходство над противником можно водички еще попросить хотя бы тройного ни в количестве частей подразделения ни в количестве живой силы вот немцы когда начинали свою операцию на курской дуге они со всего фронта собрали все что было можно и добились некоторого численного превосходства ну серьезного даже но более всего они уповали на что на свою новейшую военную технику которой было мало но типа вот наши тигры патерта вундерваффы вот за счет этого мы всех русских перемелем схлопнем линию фронта окружим несколько русских армий уничтожим и будет нам счастье вот сейчас у нас кричат что он про вундерваффы вот мы ракетами вот мы авиации вот мы сейчас их перемелем нашими огнеметными тяжелыми системами вот у нас есть минометы там буратино там они же тюльпан по моему если не ошибаюсь нет буратино это мы называли буратино в чечне тяжелые минометы 240 миллиметров 240 200 с 203 это галбица самоходная это 240 это они на базе танка то есть за поднимаются вот ну я где в дело в том что я действительно не являюсь вас специалистом с военной точки зрения что я не помню наизусть всех артиллерийских систем вот можно ругать можно считать меня некомпетентным для меня это не принципиально вот вообще не принципиально что как называется и что 2 с 1 а что там а с до 2 с там 7 допустим абсолютно не принципиально я в 240 которые в там да вот я больше разбираюсь чем отличаются от 65 миллиметров и вернее 3 6-дюймовые 2 6-дюймовая пушка барановского 3 дюймовки вот это я да я историк это мне интересно больше да нет там была горная или да так вот нет я еще не ответил до конца извините так вот я не думаю что данная операция закончится разгромом противника донбассе просто потому что во первых а враг не дурак б у врага достаточно резервов ц решающего преимущества в технике у нас перед украми нет господство в воздухе очень относительное потому что противника огромное количество пазырка и тактическая авиация работать в этих условиях наша не может достав количество беспилотников противник имеет над нами значительное как минимум преимущество как в разведывательных так и в ударных а именно сейчас беспилотники это та самая тактическая авиация играют ту же самую роль которую во время второй мировой войны играли штурмовики допустим штуки и так далее тем более что борьба с беспилотниками в нынешних условиях она ну российские войска не умеют с ними бороться просто в массовых количествах на всех участках фронта это хмеймим защитить там рабовскими системы можно было обставить со всех сторон но на огромном тысячекилометровом фронте на каждую роту рэп не поставишь и даже на каждый батальон и даже на бтг рэп не поставишь у нас их не так много а у противника много беспилотных аппаратов подчеркиваю как разведывательных играющих роль артиллерийских корректировщиков так и ударных которых у нас очень мало вообще то есть технического преимущества решающего нет а ракеты простите калибрами по каждому взводным опорному пункту это не настреляешься калибров не хватит даже если старые точки у снять сохранение тоже не хватит тем более что их легко относительно сбиваются так спрашивается на что рассчитывают пытаясь замкнуть вот разгромить группировку да на то что укроют из донбасса да они постепенно когда их бьют они несут большие потери несут большие потери наши войска тоже еще умеют воевать относительно не все но умеют и некоторые иногда они очищают они отступают они вот допустим вот новую я сам даю ссылки на бои под ямполем допустим да то есть когда их там побили там неплохо недавно когда они понесли большие потери начали вопить о том что их необученных бросили в бой против обученных наших частей поэтому но то что эта операция завершится во вменяемые сроки стратегическим разгромом донецкой группировки я простите уже не верю я ждал удара неожиданного совершенно на другом направлении там где противник этого был не готов потому что это аксиома бей там где враг не ждет именно так свое время рокоссовский разгромил немцев сорок четвертом году во время операции Багратион Белоруссии немцы не ждали там удара а сначала на государственном телевидении неделю талдычить что мы будем воевать освобождать первую очередь Донбасс и потом там же наступать это едините это сложно сказать это и больше идиотизм или вредительство поэтому возвращаясь к вопросу о Приднестровье есть возможность остановить операцию на Донбассе и асимметрично даже не пытаясь прорваться к Приднестровью но на мой взгляд есть заставить противника снять все резервы вообще отовсюду и отправить их затыкать дыры которые возникнут видят ли это наша возможность или это опять же мои фантазии тут опять же вопрос я же не владею количеством БТГ которые у нас есть насколько они боеспособны эти БТГ ну нет у меня такой информации не может быть и неправильно если бы она у нее была бы я же не начальник генерального штаба даже не сотрудник но теоретически такие возможности а вот возможности вот прямо сейчас вот резко прорваться Приднестровью со стороны Николаева я к сожалению сейчас не вижу пока тем более что бои за Приднестровье вряд ли займут больше недели вряд ли хорошо если столько ну мне так кажется я могу ошибаться и дай бог чтобы я ошибался давайте следующий вопрос понимаете таких вопросов мне задают очень много я не думаю что задачу путина входит быть повешенным в Киеве после суда в Гаге понимаете одно дело Хьюстонские проекты его реализация другое когда человек сознательно собирается получить повторить судьбу Каддафи с палкой в задницу поймите если бы Путин был сознательным идея идейным врагом по-настоящему идейным который вот в ущерб себе ущерб своему окружению сознательно разрушает Россию и готов пойти на Голгофу не верю этот человек не способен сознательно ради абстрактной идеи пойти ни на что подождите армия разрушена государство разрушено промышленность разрушена но Путин стал мультимиллиардером все его окружение все его школьные друзья все бандиты с которыми он дружил все приблотненные придурки все охранники которые головой едят стали миллиардерами они с точки зрения своей они очень даже рациональны и успешны а то что страна разваливалась разваливалась но они-то все стали миллиардерами и вдруг теперь вы думаете что они свои миллиарды готовы поменять на палку в заднице да я вам я хочу сказать так возможно Милошевич возможно Слободан Милошевич тоже на это рассчитывал и Каддафи до последнего не делал некоторые шагов которые ему говорили что надо сделать Каддафи до последнего держал десятки миллиардов долларов в западных банках до самого последнего часа причем он их мог оттуда изъять и бросить на сбор наемников на покупку оружия нет он держал их западных банков до самого конца до самого конца это потому что Каддафи хотел чтобы его изнасиловали перед смертью черенком от лопаты нет это здесь здесь я отвечу здесь я отвечу на вопрос так у них у всех был разный статус Горбачев за рекламу пиццы продал за рекламу пиццы фактически продал вторую державу мира просто он это продал он сделал это и никогда после этой продажи он не пытался даже протестовать или даже посожалеть о своем решении никогда то есть он верный он он верный то есть вот его купили вот возможность там вот такой вот по мелочи за не за понюшку табаку всю страну уничтожить и вот его он верный раб Ельцин который Борько Алкаш как я его называю он не просыхал и Горбачева я всегда называл и буду называть иудушкой горбе может для кого-то он там а для меня это иудушка горбе так вот Борько Алкаш просто пил без просопа и его держали только за то чтобы он ничего не сделал чтобы вернуть ситуацию чтобы Россия действительно строилась чтобы Советский Союз не сменился на новую Россию и это их устраивало на тот момент потому что тогда в 90-е годы была реальная возможность возвращения России под другим флагом с другой идеологией но Борько просто пил и это всех устраивало а вот Владимир Владимирович при всем моем отрицательном к нему отношении он перешел красную черту он будучи уже совсем другом статусе совсем другом если условно говоря это как британцы в Индии условно говоря один дед дед раджа был раджа раджа у него было свое самостоятельное княжество он мог быть союзником сын раджа уже обязан был иметь премьер-министра англичанина а внучек раджа должен сидеть и не хрюкать когда ему указывают что ему надо делать иногда выполнять ритуальные функции чтобы население не бунтовало против англичан вот эта история завоевания Индии вот то же самое а Владимир Владимирович он не хочет он захотел стать партнером а они его партнером не считают и не будут считать и никогда не считали он для них третья стадия разложения государства который должен привести страну полностью гибели но не бунтовать при этом не бунтовать а он сбунтовался вот за это его показательно накажут или его в итоге повесят в Киеве после суда в Гааге потом его выдадут как Саддама или его даже не довезут до Гааги как Каддафи по крайней мере как Милошевич который в итоге сдал все в итоге все сдал он же не стал воевать в Косово до конца мог ли это другой вопрос но долго шел к этому пути сначала в Боснии потом в Книнской крайне вернее сначала в Книнской крайне потом в Косово он дошел до своего этапа поэтому я не верю в то что Путин как берсерк самоотверженно мужественно по-своему выполняет план по разрушению России ценой собственной жизни и ценой жизни всего своего окружения которому он действительно наверное по-своему предан судя по тому как он себя с ними ведет и что им можно все и ничего не бывает ни за что и ни за какие провалы в лучшем случае их немножко меняют местами в лучшем случае и как правило это не имеет никакого эффекта кроме отрицательного хорошо вот я ответил на ваш вопрос я ответил как я вижу вы можете соглашаться со мной или нет а я ответил так вся сербская верхушка вся плодополковника сели в Гагу я просмотрел я владею языком просмотрел гаггарский tribunal вообще к сожалению на русском языке нет это совершенно просто шерлок он отдыхает посмотреть как особенность как милошевич и шешель обороняются как как кстати как можно игорь иванович хочу вам сказать вы все время милошевича только у вас знака минус как являете и действительно он сдавал позиции позиции но в гаге он вел себя удивительно мужественно удивительно умело и вот шешель который я всегда был врагом милошевича на политической арене в гаге мы стали друзьями он скончался как мученик как христианский мужчина можно я отвечу я не могу отрицать мужество милошевича в гаге я не могу и не должен отрицать то что он ушел из жизни как христианин как патриот своего народа но когда он был главой государства я лично наблюдал вещи которые надо было сделать чтобы выиграть войну в боснии которые не делали вы понимаете завья пробовал боснии так долго я был пять месяцев естественно с точки зрения рядового пехотинца я видел в относительно мало но все-таки имею претензию на то что обладал и аналитическим умом всегда и только сейчас имею претензию на то что историю более-менее часто знаю гораздо лучше но знал неплохо тогда и умел как говорится анализировать то что требовали римляне от любого своего политика на самом деле просто от любого чтобы стать политиком надо хорошо знать историю и любое действие которое ты предлагаешь сейчас обосновать ссылками на прошлое это был закон в римском сенате просто закон с этого начиналась любая речь любого политика у нас этого не существует в принципе ну ладно возвращаясь так вот за пять месяцев которые видел боснии я видел что никто палец о палец не удаляю чтобы создать из плохо дисциплинированного отвратительно обученного хотя очень хорошо на местном уровне вооруженного ополчения что-нибудь более боеспособное чем то что при первом же обстреле бросал оппозиции оружие убегал понимать ничего не делалось я был в одной бригаде 2 подлинской липых по пехотной а был в другой 2 маевицкой бригаде одинаково не че его извините пять месяцев для войны это очень большой это очень серьезный сок а кто простите отвечал за ситуацию в этот момент в конечном итоге для сербского мира нежели милошевич и я склонен считать что либо он провалился полностью как государственный деятель вообще либо он сознательно тоже рассчитывал на договорнички и в рамках этих договорничков многочисленных ему не нужна была боеспособная армия боснийских серб который автор который я был там дисциплина была такая идите в атаку не хотим ну ладно я не хочу дискутировать я просто говорю о том что как государственный деятель милошевич показал анти пример а дальше его личное мужество это бог оценит а в истории он оказался при нем погибла великая сербия и сербия сжалась до границ маленького княжества причем значительная часть сербских тельда сербских территории вот я ни разу в жизни не видел радко младичи мне рассказывали как радко младич избивал бобана командира нашей интервентной четы куда наш отряд ходил ногами за мародерство но при этом бобан не был ни арестован ни расстрелян не даже отстранен от командования роты как полевой командир уже сейчас может быть не уровня радко младича потому что у него все-таки побольше людей было наверное у него ресурсов было побольше я могу сказать так что командир который избивает ногами ротного после этого его не расстреливать это не командир я бы не стал бы избивать его ногами я бы его предал суду и расстрелял или отправил штрафную роту и у меня в славянске если я кого-то посылал в атаку попробовал бы у меня кто-то не пойти а так я видел как сербы собирались атаковать за головок первый раз из 130 человек встало три командира всех трех скосили тут же из пулемета потому что они остальные вообще не встали и никто за это не пострадал это не армия и так пять месяцев кстати у них выбили всех самых храбрых бойцов а остальные убедились что для того чтобы выжить вы понимаете меня это это и все в конце концов замыкается на голову отвечает за все голова как я виноват за все что за все ошибки совершенные славянске и в донецке я виноват в этом я это признаю были ошибки и мои мои недоглядые мои малодушие было я виноват в этом почему мы оправдываем милошевича за то что есть прекрасно себя в гаге это бог и оценит как он вел себя в гаге а в истории он показал себя могильщиком все большой сербии в результате которой значительная часть сербов подвергается геноциду фактически на территории за пределами той республики которого не осталось ну это так это слову просто надо оценивать разделять человека и историческую фигуру да чего мы ничего не стесняемся смотрите вопрос наверно к вам к историку как профессионалу как вы оцениваете насколько ваши имевшиеся на тот момент навыки опыт ну может быть способности соответствовали корректировали поливали на обстановке которая тогда была я говорю 14 год я отвечаю вам как специалист по маломасштабным спецоперациям к ведению большой войны в которой выливался постепенно на уровне хотя бы бригады я не был готов совершенно то есть у меня не было необходимых навыков которые ну не то чтобы необходимых но очень желательных навыков которыми обладают теоретически подчеркиваю обладает офицер окончили военное училище вместе с тем у меня был достаточно большой военный опыт причем самого низа я понимал я знаю психологию рядового солдата я знаю как чувствует себя командир оперативник то есть я это все все эти ступени я прошел не очень высоко на прошел я знал и сейчас знаю что можно требовать от людей чего нельзя поскольку я сам был добровольцем вот в таких вот и регулярных формирований я достаточно хорошо понимаю психологию солдата срочной службы потому что я был солдатом срочной службы причем совсем не райских условиях мягко выражаю я видел офицеров как надо действовать и как не надо действовать все-таки относительно большой служебный опыт когда спецоперация как я ее видел и спланировал в славянске закончилась и началась война вот пока была спецоперация я был я считаю что был хорошо эффективен а позднее а позднее мне нужен был начальник штаба начальник связи начальник тыла профессионалы у меня не было никого если бы суворову дали под команду гарнизон славянска я не думаю чтобы он смог сделать больше чем сделал я по одной простой причине полководец это не только мозги не только личные качества не только умение предугадывать ходы противника это еще чем вооружены как обученные его солдаты и кто ими командует а у меня на момент выхода из славянска ни одного из кого из пяти рот которые у меня были пяти рот потом они развернулись батальон не было ни одного профессионального офицера ни одного ротами командовали сержанты или просто авторитетные для добровольцев люди а тех офицеров которых мне послали добровольцев их всех уложили ходоковский с бородаем под аэропортом 26 убитых и куча раненых где а каждый из них у меня бы команду или взводом или роты каждый давайте следующие вопросы пока я скажу так я был может быть не самым лучшим командиром но других не было это вот и вот и ответ от самооценка я совершил там кучу ошибок я допустим позволил себя уговорить хотя я хотел понимал что я полю даст не удастся удержать я позволил себя уговорить чтобы дать за него бой батальон был разбит который оборонил потому что батальон был не обстрелит бой был упорный многие проявили себя мужественно но 80 процентов личного состава сбежала как только началась артопготовка просто сбежала оставшиеся 20 процентов вели бои вели очень достойно сумев пронести право губ намного большие потери чем понесли сами но в том что бой был проигран виноват я потому что я сам спрашивал а не надо ли отвести несколько нет мы постараемся удержаться я позволил себя уговорить это моя ошибка вы просто вот одна военная ошибка ошибка моя военная при выходе из славянской это всегда подтверждал что я уходил со второй колонны а не с последней потому что если бы я ушел с последней просто ничего не делал просто тупо стоял на перекрестке и показывал туда то две колонны не уехали бы туда прямо на блокпост хотя каждому командиру колонны я дал проводника именно знавшего правильную дорогу в результате один сломал другой потерял как в известном анекдоте про два шара помните такой да и в результате вся бронегруппа погибла и когда командир бронегруппы таран пришел ко мне с двумя ранениями я спросил а где бронегруппа а все нету бронегруппы я его никак не наказал вообще потому что винить надо было себя в первую очередь они его потому что он был первый раз в настоящем реальном бою серьезно до этого он занимался обучением и так далее так далее занимался больше техникой потому что больше специалистов не было кроме чек от него я был виноват и остальное тоже когда я дал приказ головки который ботсман который реально удерживал вы праву головку они безов который в это время за ленту смотался оставить а он не выполнил я его потом благодарность ему прилюдно объявил что он правильно оценил ситуацию хотя я не собирался бежать я собирался отвезти его войска и прикрыть дыру которая у нас была в районе шахтерска снежной а там вообще никого не было и в итоге нас все-таки окружили потом в этом месте но головку удержалась и в итоге он оказался прав и я его не то что не наказал я ему публично объявил бога нас прилюдно в своем штабе пожал ему руку сказал ты был прав ты молодец так вот ошибки совершать любой военачальник просто любой суворов не оказался бы в отчаянной ситуации в альпах если бы он не совершил совсем никаких ошибок наверное естественно просто я действительно прыгнул выше головы и не хотел бы снова оказаться в такой ситуации отчаянной когда у тебя нет ни связи просто отчаянная ситуация со связью велосипедистов и мотоциклистов это первая мировая война даме и хуже нас не было даже полевки проводов чтобы провести связь в рот и просто них не хватало просто полевки обычно чтобы по телефону даже позвонить мобильный который прослушался рэбом скорчуна просто в режиме онлайн чтобы приходилось чтобы противник не знал куда я поехал я все свои телефоны оставлял штабе уезжал просто без телефонов и в этот момент что-то произошло все бы вот начало так сыпаться потому что меня не было ну не было вот ни на ненша не нормального зама не было который мог бы действительно был авторитетным партизанское по сути формирование это первую очередь держится не на профессионализме командира а на его авторитете а меня командиры боялись и уважали тогдашний хотя потом некоторые начали билить на меня дерьмо ну что такое бывает давайте вопросы дальше хватит прославить давайте про ситуацию до русский дух я я хорошо я объясняю русский дух он не должен подрываться поражением подражение его должны только закалять по идее тот кто теряется после первого поражения это не совсем наш человек русский человек долго запрягает но потом быстро едет у нас запрягают очень долго мы не бессмертные поэтому когда мы переходили границу украины я честно сказал солдатам шансов что кто-то из вас вернется живым один к десяти но мы должны это сделать и мы пойдем больше на кроме нас я сказал никто кроме нас я сказал десантным лозунгом хотя никогда в десанте не служат никто кроме нас и мы пошли вопрос в том что когда в кремле осознают адекватность то неадекватность вернее своих действий по отношению к большой войне в которую они с дуру влезли хотя надеялись на легкий поход в стиле четырнадцатого года за что наш фанерный маршал получил андрей первозванного с мечами вторым в истории россии после князя барятинского я думаю что это произойдет после того как наши войска потерпят нескрываемое тяжелое поражение на территории украины я очень не хочу этого поражения очень надеюсь что они возьмутся за ром раньше и потом будут меня все тролли которые есть в интернете будут мне тыкать в меня пальцем выгод посмотрите на этого нытика ни одно его предсказание не исполнен но кота как обстоят дела сейчас через несколько месяцев мы получим превосходство украины в вооружениях в живой силе в соединениях как минимум два к одному к нашим вооруженным силам как минимум и результат не замедлит с учетом высокого боевого духа противника не заметит сказаться полагаю что после этого в кремле все-таки опять станет вопрос о том держаться ли за едящих головой старых соратников по кооперативу озера из-за их советы ничего не делать само перемелется по рецепту татыгина третьего из салтыкова щедрена или все-таки воевать серьез мрачный прогноз но не мрачный на самом деле он еще оптимистичный вот некоторые считают что кремль возьмется за за голову только когда ставят как еды черенок лопаты в задницу и не раньше ни на одну минуту а тогда будет уже поздно но я считаю что все-таки шанс у нас есть и мы все-таки начнем воевать всерьез во всех отношениях в том числе и с врагом внутренним который всеми силами противится под нашей победе в этой войне всеми силами у нас с очень многими все ясно давайте еще раз понятно что все то что происходит сейчас и вами прогнозировались и все прочее но вот не лучше вот если как применимо вот такой ситуации слова лучше вот сейчас понять что армия вот парадная все вот корабли которые там для всяких парадов вот сейчас ошибки чем потом разбираться где-нибудь в районе урала хорошо а кто будет я попробую ответить на ваш вопрос я еще раз опять возвращаюсь к известной теме которая уже неоднократно подымалась и здесь и в прошлой моей встрече которая формулируется в максиме иосифа виссарионовича как бы я к нему не относился политику он был очень талантливый и даже оказался неплохим главнокомандующим иначе бы войну не выиграл такую тяжелую войну хорошим он казался бы мой командующим можно сколько угодно говорить о его моральных качествах а его других многочисленных действиях особенно более ранних но факт есть в войну он выиграл он в первую очередь он потому что он отвечал за все не жуков не рокоссовский не шапошников никто другой а именно он так вот он сказал что кадры решают все эти кадры не способны не только адекватно то есть они не способны даже понять а учитывая что в течение двадцати лет знаменитая путинская вертикаль которую там идеологом который являлся осланбек андарбеккович сурков дудаевта она формировалась по принципу подобное к подобному то сверху донизу сложилась пирамида людей которые докладывают наверх не то что происходит на самом деле а то что хочет услышать начальство потому что только от этого зависит дальнейшая карьера если извините у нас годами падали ракеты в море пополняя подводную спутниковую группировку самую большую в мире которые существуют и никто за это публично не пострадал кроме там исполнителей возможно каких-то и то об этом не известно и те же самые люди как рулили так и рули пока либо первое лицо не решит отсечь от себя значительную часть своих друзей по ограблению населения в санкт-петербурге а либо это либо мы проиграем эту войну вот и все пока невозможно выиграть войну с грефами ургантами соловьевами шапира ну что соловьев шапира в данном случае мелкий исполнить с грефами миллерами эту войну не выиграть как минимум не отсидеть невозможно выиграть эту войну с министром обороны которые знают о службе только том как ламинат поменять на плитку в российской армии извините россия до сарме совершенно другие военные традиции нежели какая-нибудь там бельгия швеция или дания где хоть проститутку назначь министром обороны она никакой роли в управлении армии не играет только изображает из себя что-то проводит линию партий у нас все по другому у нас персонализация чиновника играет две трети дает две трети конечного результата если чиновник вор мерзавец и тупой как пробка то две трети вот что угодно будут делать подчиненные они будут до него равняться через какое-то время он наполнит такими же только еще тупее еще подлее еще вороватие всю вертикаль снизу вот за 20 лет путина вот эта вертикаль на моих глазах я это наблюдал сам она дошла сверху до самого низа а до этого я скажу следующее я в 90-х годах когда пришел в контору при путине вы меня в контору просто не взяли просто не взяли бы тем более что люди которые брали меня знали и про приднестровье про боснию хотя официально этого никогда не писал и нигде официально я был только в 1 чечне все на момент тем не менее они все это знали и брали меня именно поэтому вот когда я в 99 уехал в чечню окончательно я вернулся только в конце 2005 года вот уже со всеми никого не осталось просто никого их заменили либо люди которые головой едят либо карьеристы которым насрать на все кроме как на то чтобы они продвигаться по службе даже на страну а дальше как я уже сказал степень твердости дерьма понижается внизу и чтобы пройти оказаться на самом низу на самом низу надо пройти через все фильтры и сколько нибудь твердая до самого низу не долетает есть у тебя принципы выше определенного уровня не продвинешься нет принципов стекай до самого низа будешь богатым славным и будешь миллиардером ври как последняя сволочь и достигнешь успеха и ответил на вопрос может быть субборно дальше я с ним не знаком я я с ним лично не знаком смотрел его выступление ну вообще в интернете смотрел он говорил все правильно меня только всегда возникал один вопрос а где ты был тогда не все от него зависело естественно да я во первых там немножко другая структура и то что в кгб было дело у нас наверно сейчас уже называется при мне назывался управлением а сейчас возможно уже и департамент какой-нибудь и вернее департамент департаменты в прошлом службы во вторых я не вправе говорить до сих пор и это не имеет принципиального значения о том как протекала моя служба общение тем не менее это затрагивает вопросы которые я отношу по крайней мере к грифу дсп это не моя информация и делиться ей я не очень хочу я могу сказать следующее что я об этом говорил опять же много раз если вы захотите внимательно найдете корень переворота 91 года опять же без давайте отринем вопрос о советской диалоги я считаю что советский союз должен был нуждаться нуждался в реформирование очень серьезно в том числе идеологическом но он не нуждался в уничтожении в том как его развалили разрушили не поставив на его место ничего кроме базара по распродаже обломков самого гневого с бандитами как говорится имеющими свою маржу так вот корень этого переворота лежал в 1960 каком-то году когда после вскоре после свержения никита сергеевича хрущева леонид ильич посмотрел на товарища семичастного который возглавлял тогда как его и подумал как он легко сверху никита сергеевича а ведь он возьмет и меня товарищ семичастный был отправлен на персональную пенсию фактически под домашний арест до конца жизни вскоре а на его место был назначен человек не имевший никакого отношения к спецслужбам вообще и делавший всю свою карьеру в комсомольско-партийных канцеляриях чистый еврей по происхождению с обоих сторон для известный нам под фамилией андропов от имени своего отчима кстати память о котором бережно начали восстанавливать как только путин стал директором фсб после не перед патрушев до того как он пошел на повышение в администрации президента после ковалев если ничего не путаю по моему так так вот до этого в коридорах лубянки стояла непрекаянная доска которую сняли при кгб еще вот при ельцине начали с именем андропа как только путин пришел ее тут же выгрузили обратно на лубянку дом 2 просто я сам лично видел много раз проходя мимо нее в коридоре так вот первое что сделал андропов это полностью уничтожил любую самостоятельность кгб перед от цикл кпсс выстраивая очень сложную советскую систему управления замкнутую на первое лицо сталин обеспечивал себе несколько каналов получения информации независимой причем он был в этой информации заинтересован поскольку он как бы его опять же не располагали свое было все рода гениальное управление ему для того чтобы руководить огромной страной в очень сложной ситуации требовалась надежная информация поэтому у него этим занималась органы власти управления соответственно отчитывавшиеся самим у него этим занималась отдельно партия которая отчитывалась давала информацию отдельно в армии допустим это представляли члены военного совета они по партийной линии этим занималась отдельно спецслужбы то есть органы государственной безопасности три абсолютно независимых источника информации он старался добиться независимости поэтому в том что он стравливал никогда не давался создаваться комфортом между этими людьми потом под конец после войны он еще пытался четвертый госконтроль очень интересная контора которую сталин создал специально для того чтобы еще иметь еще один независимый от партии от спецслужб источник информации то есть отдельные государственных контролеров которые во многом дублировали функции даже не спецслужбы а корпуса жандармов отдельно времен николая павловича когда жандармы на самом деле не занимались не столько политическим сыском сколько информированием императора реальность того что происходит в стране четвертое отделение собственного императорского величества канцелярии даже не корпус жандармов а именно четвертое отделение так вот до переворота свержения хрущева такая ситуация сохранял а после этого брежнев решил что не нужна ему больше такая ситуация и назначил антропова который тут же заявил что кгб это передовой отряд партий и теперь глава кгб подчинял подчинялась кгб уже не напрямую гу первому лицу а цккпсс аппарату цккпсс что позволило девяносто первому году вернее к восьмидесятым годам создать ситуацию когда в кгб ничего самостоятельно не решали когда было запрещено разрабатывать если условно при сталине кгб могло взять любого государственного чиновника за реальные преступления и занималась разработка их если находила за ними серьезные грехи то при антропове это было официально запрещено лица начиная от первого секретаря райкома вообще не подляли при получении любой информации негативной этого человека кгб ничего не предпринимала а только направляла информацию в цккпсс и все запрещено было разрабатывать партийную элиту в этой ситуации партийная элита пошла во все тяжкие оказалась практически бесконтрольным поэтому переворот девяносто года был созрел и был проведен цккпсс а кгб исходя из своих же уставных документов ничего не могло сделать а людей которые бы вышли за пределы уставных документов кгб не нашлось потому что опять же верхушку кгб комплектовалась не только и не столько из числа сотрудников поднимавшихся снизу наверх сколько прямыми назначениями с цккпсс так вот федеральный служб безопасности формально подчиняясь чисто президенту реально подчиняется администрации президента российской федерации и самостоятельного какого-то это не монстр который там сам отдельный зверь который там сидит и имеет свои мозги мозги у него внешне внешние а это просто руки я не оправдываю не собираюсь сделать я просто объясняю вам реальность а в администрации президента у нас 80 с 80 с 90-х годов с 90-х годов сидит пятая колонна отдельные подчеркиваю представители которой недавно сбежали в израиль начиная с анатолий борисович чубайс но большая часть касающаяся того же израилита киренка в части касающейся сидит на своих местах и даже продвигается дальше по должности а во главе фсб просто исполнители которые назначаются по принципу пороха не выдумает без приказа действовать не будет а приказ какой мы отдадим такой будет выполнять вот так поэтому когда сложилась общая система согласно которой наверх принято подавать не ту информацию которая есть на самом деле а ту которую хотят услышать в фсб через какое-то время это стало закон а в 90-х было не так я сам это знаю потому что вот разница между вот пяти пять лет я пробовал практически безвылазно в чечне ну вот там с перерывами но тем не менее фактически я был головой там все время сюда я приезжал только так отдохнуть там поделиться новому идиотизму который появился и уехать обратно так вот для меня это было резко прямо смена вот в 90-х мы писали наверх по крайней мере на руководству конторы то что есть на самом деле реально писали при этом выводы до писались там те которые начальство хочет услышать вот но выводы а информация была реальной а сейчас такого нет сейчас пишут то что начальство хочет услышать и вымарывается все что может не понравится начальство от этого зависит карьера нынешних руководителей и эта система сейчас во главе страны а что поэтому я ничего не очень удивился когда наши поехали в харьков полной уверенности что кернес перейдет на нашу сторону что сопротивляться никто не будет и что все будет замечательно в результате огребли по самой небаусе и не все сумели выйти из как а не кернес это не этот некий не там допа и гепа кто из них там этот допки то есть их двое я все им путают я этим не специально не занимался поэтому оба два сапога пару что называется вот или не сказать хуже вот результат поэтому меня не очень удивился тому что потому что наверх доложили что украинская армия такая же как в четырнадцатом году там хотели услышать что она такая же что она ничуть не улучшилась вот и операцию спланировали это примерно так когда чиновник смотрит на улицу а на улице пожар наводнение стреляют а у него по бумаге написано что все хорошо мир и благорастворение воздухов так вот чиновник будет издавать свой приказ не на основании того что он видит в окно а на то что у него бумаги написано потому что так он приучен за свою двадцатилетнюю карьеру только благодаря этому его продвигали 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 и сейчас он генерал потому что начиная с лейтенанта приучился врать на каждый пук начальства как хочет начать так он и соврет и путин сам стал заложником этой ситуации знает он этого не знает судя по тому что самые главные вруны по-прежнему на местах то скорее всего или не знает или уже не может выйти из этой ситуации или не хочет выйти из этой ситуации но рано или поздно они все заложники все даже нелюбимый мой фанеры маршал заложник и поле патрушон залозник и даже золотов который там как вы помните такой умный человек, что Навального на кочки вызывал. Глава Росгвардии, между прочим, не хухарь и мухарь, генерал армии. Георгиевский кавалер, лично обезвредивший террориста на Красной площади, который требовал, чтобы именно Золотов его наказал. Нет, задержал. Другому он сдаваться отказывался. Мощно, да, правда. Нет в стране больше человека, способного уголить террориста отказаться от теракта, кроме лично командующего Росгвардии, которому, понимаете ли, не дали ордена святого Андрея Привозанова с мечами, а вот Георгий захотелось. Зато вот у него есть Георгий, а у Шойгу нету. А вот у Шойгу есть Андрей Привозанова с мечами. Круто, да? Ну, не с деньгами. Так вот, ну, с деньгами. Ну, обоих столько, что денег денег столько, что правнукам хватит, но все отберут. Все отберут. Так вот, вот в чем заключается. Кадры решают все. Кадровый вопрос самый главный. Начинать любую мобилизацию. Начинать любые военные действия. Надо начинать с кадров. Причем с самого верха. Нормальные кадры через какое-то время, не быстрое, сумеют перестроить систему, набрав нормальных людей. По-моему, подождите, кто же из американских адмиралов, американцы, же отнюдь не идиоты, кто был главкомом ВМФ США во время войны на Тихом океане с японцами? Нимец, правильно. Его знаменитая фраза, да, Нимеца. Секрет грамотного управления заключается в том, чтобы находить хороших людей и позволять им заниматься тем, что они лучше всего умеют делать. А Нимазов создали сеть независимых аналогических центров и пользовались этим временем? Я лично был знаком с Федоровым, директором ВЦИОМа, еще в конце нулевых, начале десятых годов. И уже тогда он, не особенно скрываясь, но я его консультирую по вопросу его личной проблемы. Вот. Он мне не поверил, но через какое-то время, сделав, как я сказал, он проникся ко мне некоторым уважением, вот, поскольку я оказался прав, и он мне в том числе рассказывал о том, как в целом делает опросы населения. То есть они из администрации президента получают нужные результаты, ничего не делают, пилят с администрации деньги и подают тот результат, который нужен администрации президента, накинув плюс-минус несколько процентов. И так везде. Это вот вам независимый аналитический центр, негосударственный источник информации, фактически превратился в распил денег. Так же, как русский мир на Украине, который строил Сурков с беседой, он тоже заключался в том, что получить из казны миллиарды, распилить их между собой и найти людей, которые будут расписываться за получение этих денег, получая малую толику там, на Украине. А будут эти люди делать что-то или нет, главное, чтобы отчеты красиво составляли. И в результате у нас сейчас, на 24 февраля сего года, Украина собиралась скинуть нацистский режим Зеленского, а ее солдаты собирались массово переходить на нашу сторону. Судя по тем задачам, я не вплоть голосовно говорю, я разговариваю с людьми, которым эти задачи ставились. Судя по тем задачам, которые ставились нашим офицерам и солдатам. В результате чего колонны снабжения, которые без охраны шли за маршировавшими вперед войсками начали массово гореть. Росгвардейцы начали заезжать в Харьков, и не все оттуда сумели убраться. И пошел третий месяц тяжелой войны, которую не решаются назвать войной, а до сих пор называют специальной военной операцией. Это в первую очередь результат абсолютно неправильной оперативной обстановки, оценки абсолютно неправильной. В первую очередь. Потому что если дом построен на болоте, то не стоит удивляться, что он начнет тонуть или разваливаться. Нисколько не стоит. А правильная оценка оперативной обстановки, это лежит во главе угла любого адекватного плана боевых действий. Гитлер проиграл войну против СССР в 1941 году, когда он думал, что колосс на глиняных ногах. Из этого строились планы. И сколько потом немцы побед не одерживали, стратегическая ошибка изначальная, она привела Гитлера к поражению. Стратегическая оценка СССР в целом. Вот сейчас мы начали нашу военную специальную военную операцию, основываясь полностью на неправильной, на абсолютно противоположной реальности основе. И никто, подчеркиваю, никто до сих пор за это не ответил. Так же, как никто не ответил за то, что наша половина золотой валютных резервов оказалась арестована за границей. Никто даже не предположил. Наверное, Николай Платоныч, это было неправильное решение. А чье неправильное? Председатель Совбеза не имеет отношения к этому решению? Между прочим, у нас Совбез сейчас реально обсуждается стратегия. Пример, господин Мишустин, главный налоговик, который реально, в этом он разбирается на налоги удирать, совсем не причастен к этому. Курирующий там Кудрин, что никакого отношения не имеет? Или может Набиулина, глава Центробанка, абсолютно не имеет никакого отношения? Или может Бортников, директор ФСБ, который обязан был сказать, что это нельзя так делать? Просто обязан. Это его функциональная обязанность предупреждать государство об угрозах государственной безопасности. А потеря половины золотой валютных резервов? Кто мне скажет, что это не угроза государственной безопасности, я плюну ему в лицо. Есть такие, нет? Я плеваться не буду, я не верблю, не беспокойтесь. Ты кто? Я же про президента не говорю, с ним мы лампуете, извиняюсь. У нас проблема, что у нас наш пароход идет, напоролся на рифму и тонет. И другого капитана у нас нету. Вот такой у нас, да, замечательный. Я его сам сколько лет называл нашим как уникальным стратегическим преимуществом. Это не я, это Володин первый назвал, я просто повторял за ним. Еще там всякими умными словами там, вот. Но другого-то у нас нету и не будет сейчас. Потому что альтернатива первый помощник это, Тывинский, как говорится, оленевод, он вообще дерево. И по-моему, работает на врага, если так честно говоря. Вот мое мнение личное. Вот мое личное мнение, что Шойгу, вот это тот человек, который или с шарфиком подойдет, или с табакеркой, в зависимости от расклада. Сзади. И да, после этого мне не будет жалко то, что останется от Владимира Владимировича. Я буду жалеть только о упущенных шансах. Потому что переворот во время войны это самое худшее, что можно предположить. Именно поэтому февралистов семнадцатого года, которые хотели лучшего, а получили хуже, чем как всегда, я ненавижу, честно скажу. Ни Родзянко, ни Гучков, их надо было вешать. И в этом я абсолютно солидарен с белыми генералами. И не потому, что я так отношусь к Николаю Александровичу, государю. Я к нему, кстати, хорошо отношусь. А именно потому, что как бы они ни думали, как бы они ни хотели, они привели страну к катастрофе. Вот сейчас переворот, свержение Путина, возможно, оно неизбежно. Но это будет катастрофа. Катастрофа натуральная. Это смута с Украиной в полном составе перейдет сюда. Я не пугаю. Возможно, нас это ждет в ближайшие месяцы. Возможно. Но не хотелось бы. Пока есть шанс, пока есть шанс, надо действовать. И то, что я сейчас вам здесь наговорил на кучу статей Уголовного кодекса, это мой сознательный выбор, друзья. Сознательный. Потому что другого выхода у меня нет. Я обязан говорить. Это требуют мои товарищи, которые погибшие, без рук, без ног, парализованные. Если я не могу поддержать их на фронте, то, по крайней мере, я буду говорить правду в той мере, в которой это необходимо для того, чтобы докричаться, попытаться хотя бы докричаться до них. Хотя бы. Это мой долг. У нас не будет революции. Революция, у нас будет переворот. Скорее всего. Ну, хорошо. Дальше. То, как она будет проходить? Она будет кровью проходить или нет? А второй вопрос. У меня вот как раз таки идея касается... В России не происходит перевороты без крови. Вы уж извините. У нас не Бельгия. По поводу идеологии. И не Португалии. Которую вы предложили касаемо с православием. Я убежден, что православие к нам пришло не из-за Византии... Все. Разрешите я прерву данные. Я не собираюсь вступать в идеологические диспуты. Я, я говорю еще раз, не собираюсь вступать и не буду отвечать на данный вопрос. Символ веры я знаю хорошо. И выходить, не обладая богословским образованием, выходить за рамки этого я не собираюсь. Это отдельная тема. Совершенно отдельная тема. Да. Вот я просто хочу сказать, что я... Вы имеете полное право соглашаться со мной, не соглашаться. Вы задали мне вопрос про идеологию. Я на него, я на него ответил. Дискутировать, ну, не готов. Нет, не дискутировать. Я просто... Вот вы выслушите, а потом уже... Вот я убежден, что православием пришлось со своим примером того, как, ну, того, как она несет, того, что она несет людям. Добро, любовь. Вот. Не из-за того, что... Не несет, а предлагает. Предлагает, да. Это вот так надо. И вот у меня касаемо операции. Вот вы предложили внести в идеологию православие. Не может ли это быть условием для того, чтобы показать? Вот смотрите, какое православие нам несут. Еще раз. Вы возвращаетесь к тому же самому вопросу, с которого задавали в прошлый раз. Я не собираюсь ему отвечать с другого ракурса то же самое. Я уже вам объяснил, что для того, чтобы что-то нести, нам надо понимать, что мы должны изменить в себе, чтобы победить этой войне, мы должны изменить себя. Я в этом говорю постоянно. И в каком ракурсе? Это просто вы повторяетесь. Просто дошли с другой стороны. Я вам уже ответил. Давайте. Давайте, пожалуйста. Вы же знаете, что это проект на весь мир. Полин 9-й год представляет как новую Хазариеву операцию. Я скоро, так разрешите, я отвечу. Я не хочу. Нет. Нет. Я здесь пока ведущий. Поэтому... разрешите, я вас лишу слово, если вы в следующий раз. Поэтому я просто коротко отвечу. Один из главных авторов нового Хлопонин отбыл на историческую родину о том, что он один из главных как бы инициаторов новой Хазарии, я знал еще середины нулевых, как минимум. Поэтому для меня это положительный фактор, что он взял и отбыл все-таки. Вот. В старую Хазариеву. Больше я обсуждать данный проект, извините, не буду и прошу со мной не спорить. Я вот такой волонтарист и диктатор. Пожалуйста, вы. Ирина Иванович, можно вопрос как историку и аналитику? Каковы перспективы России и будущего русского народа в двух лет? Вы не говорите в этой войне и поражения в этой войне? Поражение в этой войне читайте в первой части Беркема а-ля Томи. Мародер. Исчерпывающий. Победа в этой войне невозможна без изменения в самой России. Я об этом уже стал дычу здесь второй час. Поэтому если мы сумеем измениться в себе и начать побеждать и победим, а тогда мы победим в этой войне, то тогда, может быть, мы сумеем избежать, если с христианской точки зрения, вхождение в состав государства Антихриста, которое сейчас строится на Западе. Может быть. Может быть, неизбежим. Но в любом случае, на какое-то время Россия получит шанс не становиться Содомом и Гоморрой во всех отношениях, и в духовном, и в практическом. Вместе с Европой и с Соединёнными Штатами. Для меня это уже достаточное основание, чтобы пытаться сражаться за победу с имени личной силой. Достаточно? Игорь Иванович, по-вашему, возможно ли участие в конфликте наших союзников с Белоруссией? Если да, то предвозит вас. Белорусская, все белорусские силовики около 40 тысяч человек. Из них армия, это около 25 тысяч. Я даю только официальные цифры, они могут немножко различаться. Это то, что я видел в открытых источниках. Этих сил в лучшем случае достаточно для того, чтобы выронять западную границу Беларуси. Только её одну. Даже полностью контролировать южную границу Беларуси, опять же, с учётом припятских болот, болот старистистов и местности. Если Украина туда полезет всерьёз, даже их не хватит даже для этого. Мобилизацию Лукашенко Александра Хрегорович провести, скорее всего, не может и не хочет. Примерно по тем же самым причинам, почему её не хочет проводить Владимир Владимирович. Население не лояльно. Значительная часть. И постановка под ружьё населения без разбора может привести к худшим результатам, нежели непостановка. Поэтому не требуйте... Я не стоявляюсь сторонником Лукашенко даже близко. Вот не являюсь. Именно он взрастил литвинство, о чём я тысячу раз говорил. Я это видел собственными глазами. А своим глазам я привык верить, прости. И все, кто меня разубеждают, что это не он, что это его окружение... Извините. В своём колхозе он хозяин больше, намного, чем Путин в Российской Федерации. Намного прям больше. Ничего там не хлюкает без его команды или без его разрешения. Поэтому, абстрагируясь от личности самого Лукашенко, я могу сказать, что сейчас он объективно союзник Российской Федерации в этой тяжелейшей войне. И вряд ли он сможет выполнить эту функцию лучше, чем хотя бы предоставляя Российской Федерации тыл, как он предоставил во время такой нашей замечательного первого этапа спецвоенной специальной операции. Пусть так. Возможно, если он попытается провести мобилизацию, чтобы вмешаться в эту войну, в нынешней ситуации это будет хуже, чем сейчас. А вот если Россия выдвинет всё-таки идею восстановления единого русского государства и подтвердит её, реально, а не бла-бла в исполнении, поверят, если люди в это поверят, тогда может быть всё по-другому. Может быть, а может быть и нет. Очень у нас бацка, тщеславный и себя любимый. И другого он, пока он жив, покушение на свою власть, он вряд ли допустит. Просто такой человек. Я помню, я его сравнивал когда-то с председателем колхоза, который, когда пришли немцы, стал старостой. Потом, когда немцы пошатнулись, он стал командиром партизанского отряда и потом снова стал председателем колхоза. Вот это бацка. Вот это его портрет. Причём каждый раз он это делал не то чтобы там, многовекторно, поддерживая связи со всеми. Главное остаться во главе. Не важно, чей портрет висит Сталина, Гитлера или там лента семицветная. Так, вопросы? Да, пожалуйста. По текущей ситуации. Как вы считаете, при каких условиях Польша, серые прибалты решат потрогать на прочность Калининград, серые западные границы Беларуси? То есть, что должно случиться? Для этого российская армия должна потерпеть крупное поражение на Украине. Это реальный сценарий? Да. Сначала они его просто заблокируют. Просто от всех подставок. Какой-то? Да. И предложат Российской Федерации замечательную альтернативу. Давайте, Вадим Ильич, наноси удар по кораблям НАТО. И мы вступим в войну. С тобой. А если ограничиться полумерами, или если опять Вадим Владимир Владимирович проявит свое знаменитое, там, если они только попробуют пострелять, то мы там и точно нанесем удар по центру. Да, точно. Только вопрос в том, что ему его угрозам не верит уже совсем никто. Но все-таки осторожны. Пока у нас есть ядерное оружие, мало ли чего. Поэтому они будут каждый раз, так же как их уважаемые украинские партнеры, делать все шажками, аккуратно, не торопясь. Чем слабее будет Российская Федерация в их глазах, чем, как недавно выразился, более неуверенно и неэффективно будут действовать ее вооруженные силы, тем дальше будут продвигаться уважаемые партнеры. Они все прекрасно считают. Все прекрасно считают. Они считают солдат, они считают технику, они считают недели и месяцы, пока Российская Федерация не исчерпает свои ресурсы и резервы. И когда они сочтут Российской Федерации достаточно ослабелых, они сделают блокаду Калининграда, а потом голодный народ просто сам потребует. Как бы резкая крепость в целую область вести себя не может. Нет? Поверьте. Ну, я там, у меня, у меня там много сослуживцев по первой чеченской кампании, по-моему, ардивизиона. Большую землю переправить имеет смысл, наверное. А вот советов я вам давать никаких не буду в данном отношении, потому что, ну, это принцип, когда в четырнадцатом году, а что ты нам не позвонил? Я говорю, доброволец должен сам решать, без звонка. Если командир звонит, если командир... Я не был уверен в том, что наши... Начиная с момента, когда Путин встретился с Буркальтером, так вот... С этого момента я... Когда на следующий день мне позвонил Аксенов и сказал, Игорь, возвращайся в Крым, все хорошо, у тебя все будет. А людей? А людей, кого можешь возьмить с собой? Вот с этого момента я знал, что нас предали. Ориентировочно с 7 мая, если не ошибаюсь, это был звонок. И никому об этом не мог сказать. Естественно, что я никого не бросил и не уехал в Крым, где у меня бы действительно все было. Только я был бы Иудой. Достойным там. Получил бы свои 30 сребреников и вот... Спивался бы, скорее всего, оперативно. Так вот, я... Нет, я все-таки договорю. Так вот... Тогда у меня была одна мысль. Продержаться, пока ситуация не изменится. Удалось. Удалось. Вопреки всему. Ну, я сбился с мысли. Исходный вопрос. Нет, исходный вопрос, насколько реальный вариант. Так вот, исходный вопрос. Для того, чтобы победить в этой войне, требуется еще два момента, которых у Путина сильно, как минимум, мягко, сильно не хватает. Если они, в общем, не отсутствуют. Это решительность, настоящая. Ну, это, примерно, то, что мужество. Вот понятие мужества. И готовность к жертве. То есть, он готов, должен быть, отвечать настолько за страну и за народ, что вы готовы пожертвовать. В том числе, с собой. Вот этого у него не просматривается. Поэтому партнеры будут аккуратно толкать его шаг за шагом, при этом, чтобы он ни в коем случае не сорвался. Потому что все-таки, пока у нас есть ядерное оружие, Россия остается опасной для них. Ядерную войну не хочет никто. По крайней мере, ту ядерную войну, где они рискуют ответным ударом. Вот если бы у них была гарантия, что они ударят, они получат ответ, мы бы уже здесь подыхали от радиации. Потому что совести у этих сатанистов нет никакой. Вообще никакой. Вся их, как говорится, вся их доброта, вся их, как говорится, все эти так называемые гуманитарные ценности, это все ложь, обман и иллюзия для того, чтобы обмануть людей и как бы их подчинить себе. Все убираются от победненного Руана. Аккуранных в Румангюрии. Пожалуйста. У нас много говорилось про Украину, даже про Калибинград. Если Запад, у нас есть замечательный стратегический партнер в Казахстане. Казахстан не будет нас бить под брюши, потому что у Казахстана нету, я договорюсь сейчас, нету боеспособной сколько-нибудь армии. Но в случае, если Российская Федерация будет распадаться, то дорогие казахские партнеры имеют уже претензии не только по Уралу. Казахстан, они уже давно в своих учебниках истории написали, что Астрахань это ихняя и Волгоград от Ож. Это все Казахстан, то есть все среднее и нижнее течение годности, это Казахстан. А за Оренбург, Орск и Южный Урал им придется конкурировать с Татарстаном и Незалежной Башкирией. А Башкирию сейчас возглавляет человек, который создавал ультра-националистские башкирские организации. Кукбуре, Небесные Волки, Союз Башкирской Молодежи, практически полные аналоги у Наунсона Украины. Вот он сейчас возглавляет Башкирию, назначил его Сурков. Суркова сняли, а он нет. И что вы будете думать делать этот человек, когда возникнет ситуация? Я об этом пишу еще с того момента, когда Мортазу Рахимова свергали, в чем я лично участвовал. Потому что как раз в том числе за это, за то, что Мортазе было наплевать на самом деле, он не националист, он просто был башкир. Дед. Жадный, с меру дед, который везде расставлял своих родственников. Просто потому что так. Но он, а вот этот, который при этом деде был главным идеологом, этот вот так, его тут же взяли в администрацию президента и теперь поправили обратно на Башкирию. Для чего? Это что, идиотизм или вредительство? Где-то, наверное, у кого-то идиотизм, а у кого-то и сознательная вредительность. А в Татарстане там вообще все давным-давно готово, чтобы провозгласить независимость. Вот только тумблер переключил, и все чиновники тут же побегут предислигать Татарстана. Все готово. И наплевать, что там одна треть русских. В Башкирии вообще русских больше, чем татары, и больше, чем башкир, по отдельности, конечно. Все те, вот у нас, как наш президент очень мило говорил про бомбы, которые Ленин заложил. Да, заложил. Да, я вот с этим полностью согласен. Все те бомбы, которые еще взорвутся, они были заложены при советской власти сознательно. Когда избрали дикое племя, ему тут же лепили письменность, которой у него не было, государственность, которой у него никогда не было, и тут же нарезали территорию в четверо больше, чем ареал проживания этого племени. Я про Башкирию говорю. Допустим. Да, эти бомбы закладывались при советской власти. При ранних большевиках. По-моему, вот, как говорят, троцкисты, троцкисты. А вот я уверен глубоко на основании чтения Владимира Ильича Ленина, что у него с Троцким не было никаких идеологических разногласий. И с точки зрения ленинизма троцкизма, Сталин действительно еретик и, как это, оппортунист. Вот действительно так. Сталин действительно полностью, особенно во время Второй мировой, вообще отринул базовые многие основы марксизма и ленинизма. Вот, да, так случилось. Перманентную революцию, в первую очередь. Там, девять десятых русского народа, это, как говорил Лейба Давыдович, это достаточно. Лейба Давыдович, и, по-моему, это и Ленин тоже повторял. Большевики пойдут легко на это ради мировой революции, бросят в топку. Это все было. Так вот, это я немножко просто отвлекся. Как бы... Я хочу сказать, что бомбы, своим ничего не деланием в течение 20 лет, поощрением всех, на самом деле, просто ничего не деланием, не реагированием на негативные тенденции, если не бомбы, то, по крайней мере, Бихфорд вошнуры к ним зажег, в том числе, наш действующий президент. Потому что всем пример, вот он есть, замечательная Чеченская республика. Это я не говорю, что Карамзан Кадыров плохой. Вообще, для чеченцев он идеальный. Мало того, что чеченцы, он первый чеченец, который сумел подчинить себе всех чеченцев. Такого вообще в истории не было. Басаева, Дудаева слушалось, в лучшем случае, четверть. Остальные все сами по себе будут. Они вообще вертятся нервами. Какой номерат там сделаю, какой шариат. Ну, образец создан. Они спят и видят, чтобы вообще Кремлю не подчиняться, чтобы Кремль только деньги давал. А правили, чтобы они так же сами. Итогом этого станет мононациональные республики, где население будет жить хреново, намного хуже, чем сейчас. Но зато не будет русских вообще. Как в Тыве. Откуда родом наш замечательный фанерный маршал, где русские тоже составляют 33% от 1991 года. И где их не стало даже быстрее, чем в Чечне. Потому что просто резали каждый день. А потом никто не арестовывал тех, кто резал. Шикарно. Тоже мононациональная республика. Абсолютно дикая. Абсолютно разграбленная. Нищая. Зато вот так. Хорошо. И так и ждет распад. Если на них так говорят, распад империи, это всегда хорошо. Так вот, распад Советского Союза не сделал никому хорошо. А распад России, исторической империи, сделает плохо всем, даже не на десятилетия вперед. Здесь вообще ничего не останется. Здесь реально останется 20 миллионов таджиков, узбеков и киргизов, которые будут обслуживать трубу. И какое-то количество туземцев в национальных деревушках, которые до них построят, куда будут возить американцев и англичан. И показывают, смотрите, дикари, матрешки. Смотрите, смотрите, лепят. На балалайке снова научат играть. Медведей водить будут на цепи. У нас. А башкирии будут мед выращивать. И все. Ну, где-то так. Это я так отвлекся. Старые дрожжи лесные. Давайте более что-то актуальное. Не то, что это очень актуально. Давайте будет что-то более приближенное к нашей теме. Спасибо за ответ про Калининград. А ваша оценка, что должно произойти для того, чтобы все те же Польши и Тераприбалка пошли в сторону Говороса? Как только они... Все будет действовать поэтапно. Сейчас, как я уже сказал, я предполагаю, что они через... Уже летом, может быть, даже уже в мае, начнут вводить войска на Западную Украину. Брать ее под защиту и с воздуха, и с суши. Ну, это понятно, Гарри. Тут вопрос, когда они на Беларусь полезут. Ну, вот как реализуют они первый этап своей операции. А дальше у них будет вилка, куда идти дальше. И на самом деле, возможно, они полезут в следующий, дальше будут расширяться на Беларусь, чтобы удлинить фронт Российской Федерации и быстрее, чтобы Россия исчерпала свои ресурсы. А то есть какие-то ситуации типа крупного поражения, для того, чтобы они пошли по этому пути, в принципе, им не нужно, да? Это на Калининград им нужно маркер. Не знаю, не знаю. Это под вопросом. Потому что крупное поражение очень, ну, российских войск, очень нужно уважаемым украинским партнерам. Ну, это вот уже гадание на кофейной гуще. Было интересно, вдруг у вас есть какие-то гипотезы? Гипотез у меня может быть сколько угодно, но я же не Соловьев, чтобы трепаться не по делу. Все-таки надеюсь, хотя, может быть, в каких-то глазах уже и стал. Недавно метро встретил, на меня долго смотрел, метро парень, думаю, узнал, что ли. Молодой, лет 25, наверное, ну, до 30 точно. Смотрел, смотрел, смотрел. Скажите, а вы ведь, наверное, какой-то блогер? Я говорю, ну, теперь, наверное, да. Игорь Иванович, да, вот так вот, да, там, заслужили, заслужили. Ну, так. Вы, наверное, есть, есть, так, чтобы вы стали интернет-мемом. Я все, так, чтобы по делу, абсолютно. Да, ну, чего. Ну, я не удивлюсь, если со временем даже стану персонажем анекдотов. Потому что гораздо легче обсмеять человека, нежели ответить на, чтобы все, что он говорит, правду, чтобы воспринималось, как анекдот. Согласитесь? Так что, не удивлюсь. У меня появился Телеграм, и в Телеграме я получаю в день 3-4 сообщения, там, ну, что, шизофреник, ну, что там, типа, такой-то, вот, примерно-то, как-то там, все еще ждешь, ну, и прочее, там. Ну, нормально, я спокойно, понимаете, я получил достаточно хорошую подготовку на Украине, чем меня воспитал 14-й год, закалил, меня можно теперь сколько угодно поливать дерьмом, если я понимаю, что это не право, если я в себе чувствую, что это не право, меня это вообще не задевает. Вот вообще. А вот хуже, когда бывшие друзья и товарищи, наслушавшись вот этого дерьма, вот это меня задевает, да. Когда они начинают подпевать, хотя они там были, видели, там, кто-то за денежки, кто-то просто мозги промылись, кто-то кому-то сказал что-то. У меня таких примеров, да, спрашивают иногда боевые товарищи, которые там меня видели, говорят, а правда у тебя три Мерседеса? Я говорю, нет, четыре. А квартира у тебя пяти комнат? Нет, шести комнатная. И еще два дома в Крыму. Так, пожалуйста. Вот из предыдущего вопроса, то, что вытекает, не может быть аналогией с советско-финской войной, когда плохая победа, как раз таки, даже если она будет, приведет к тому, что все-таки вот потом начнется то, что в 45-м. Нет, эта аналогия несправедлива по одной простой причине, потому что Сталин, начиная операцию против Финляндии, выбрал момент, когда ни Германия, один, условно говоря, блок, тройственный пакт, ось, ни союзники Франция, Великобритания и тогда еще не примкнувшие к ним США, но тем не менее уже обозначившиеся, не готовы были вмешаться. То есть, Сталин мог разбираться, ему предоставили возможность разбираться с Прибалтикой, потому что ни те, ни другие не хотели, чтобы в этот момент Сталин вступил в войну против них. То есть, третья сила, фактически, на тот момент СССР был третьей силой, которая могла склонить чашу весов на одну или другую сторону. И то, чтобы не раздражать эту силу и не ставить ее в противовес себе, были заинтересованы обе стороны. Поэтому Иосиф Юсиренович решил проблему с Молдавией и Буковиной, в легкую так, румыны взяли, с немцами что, ушли. С Прибалтикой, которая вся сдалась за неимением возможности сопротивляться военным путем. И Синляндия, которая дала бой. Но, в общем, конечно, если бы Сталин захотел завоевать всю Финляндию, он бы ее завоевал. Но, опять же, поняв, что финский народ будет долго и упорно партизанить, а впереди большая война, вот это надо дать должное, Сталин соображал. В другой ситуации, наверное, ему было бы наплевать на партизанскую войну финнов. А вот в этой ситуации он решил, раз так, нам действительно понадобятся солдаты в другом месте. Наши. Поэтому ограничился Карелии, где население, как говорится, не очень любило финнов, потому что очень долго жило под русскими до этого. Да, и, в общем, русскими землями. Ограничился и сказал вот так. Грамотно. Грамотно. А что мы имеем сейчас, спрашиваются? Мы имеем то, что мы начали операцию на Украине, которая, в справедливости и целесообразности, которая, не сомневаюсь, ни секунды, вот не настолько, мы начали в ситуации, когда весь мир, и никто нас толком не поддерживает, кроме Китая, который, ну, так вот, посматривает, да, со стороны, и все. Неверная аналогия. Я бы все-таки сравнивал данную ситуацию с точки зрения политической, в первую очередь, с русско-японской войной, где на самом деле весь тот же самый мир, за исключением, пожалуй, Германии, которая была лояльна России, ну, ничем не помогала, ну, по крайней мере, не лезла и, там, на словах поддерживал. Великобритания, Соединенные Штаты и Франция дружно поддерживали Японию, в том числе материально, выделяя ей огромные кредиты, в том числе оружием готовы были посылать и так далее, и так далее, только воевать они с Россией были не готовы, тоже готовы были воевать до последнего японского солдата. И то, в определенный момент французы почитали репу и подумали, что наметившееся сближение с кайзером у Николая Александровича может им выйти боком, и они тоже говорили, японцы, мне не надо серьезные требования предъявлять, ограничитесь там, урежьте осетра. Тоже уже, уже не полная аналогия, да, как бы, на тот момент Франция была великой державой. А здесь мы имеем в виду единый фронт вообще всей Европы, всего НАТО против нас за спиной Украины. и практически ничего вообще, даже крымская, с русско-японская, никогда ничего не повторяется в истории с точностью до миллиметра. Всегда есть лаг на развитие событий, при том, что существуют и всегда существуют единые какие-то, то есть, законы развития, которые все нарушены. Вот в четырнадцатом году вот никто бы не стал на сторону Украины, просто никто, никто не был готов. Нет, восемь лет готовились. И начали войну именно в тот момент, когда действительно приперло вот так, но уже ситуация изменилась кардинально. И до сих пор, несмотря на то, что эта большая война началась и альтернатива мрачная, до сих пор не прозвучало ни слова, ни слов братья и сестры и так далее, а только вот эта деноцификация в которой никто не понимает, что это такое. Это что, лишение украинцев национальности? Так у них две национальности. На Западе они действительно черти что, типа украинцы. Остальная часть Украины, три четверти, это русские. Чего их собираются лишить? Национальности или нацистов? Ну, так нацисты у них все еврейской национальности. Замечательно. Отчего во главе там? Ну, по крайней мере, есть у них, конечно, нацисты там вот этого, доморощенного происхождения. Ну, вот. Ну, не они командуют, они как мясо используются. Вот их в Мариуполе они сидят. Их там и оставили значительную часть. Не всех, к сожалению. Нет, все сейчас развивается. Сейчас ситуация хуже, чем в Крымскую войну, где Россия обладала миллионной армией и где ничего на самом деле союзники нам так и не смогли сделать. Ведь если бы война продолжилась, и дальше бы они ничего не смогли сделать. Максимум, они бы смогли бы все-таки поднять Польшу на мятеж очередной. Ну, мятеж подавили бы так, как в 1861 году. Дивизии в России хватало. Проблема русской армии в Крыму заключалась не в недостатке солдат, а в невозможности снабжать больше. Просто невозможности. Крым был Крым был еще относительно недавний присоединенный к России территорией, которую без кораблей, а на море союзники захватили, в том числе на Азовском сразу превосходство, там и ошибки были, но тем не менее рано или поздно они захватили бы все равно. Вот без кораблей, без господства на море Крым нормально снабжать было невозможно. Просто невозможно. А вот уже на Николаев там была другая картина. Поэтому наши начали готовить к обороне Николаев, а союзники туда как-то вот не пошли. А все основные верфи уже тогда были там, Николаев, а не Севастополь. Севастополь был просто передовым пунктом, форпостом, крепостью, не более того, удобной гаванью. А вот сейчас ставка делается, подчеркиваю, не на военное завоевание России. Это, надеюсь, это не то, что надеюсь, об этом уже все практически говорят, а на ее истощение и переворот внутренний. С приводом к власти заранее любезно подготовленного страдальца, пациент, страдальца, ну, наш Алексей Акаовальный, вот, которого я лично знаю, и вот я понял, что это реально пустой человек, реально вот, но хороший кандидат в очередной Керенске, хороший, то есть яркий. Потом будут плеваться, потом будут ненавидеть, но сначала побегут. Плюс Ходорковский, который тоже ждет свой час, плюс Анатолий Борисович снова вернется, еще куча Никита Белых, ну, в общем, все говно, которое можно собрать, либеральные, все, они готовы. Я никого не обидел, никто не считает, мне, наверное. Огросите весь список, пожалуйста, у меня язык устанет за 12, я до поезда не успею, до поезда не успею, к сожалению, если всех вспоминать. Да, нет, ничего не скажу. Не, ну, можем еще там поговорить немножко, сколько там времени сейчас, 21, 11, давайте до половины доработаем, раз уж, да, давайте, кто заговорил, первый вопрос, кто-то, давайте, да, да, ну, давайте вы, Игорь Иванович, скажите, пожалуйста, как вы считаете, можно ли победить в этой войне, не разрушив русские города крупные на Украине, я имею в виду Одессу, Николаеву, Николай, Петровск, и так далее, чтобы, то есть, они не были взяты нами, а в состоянии Мариуполя? Здесь нет однозначного ответа, но я думаю, когда, если мы будем побеждать в этой войне, еще много городов будет разрушено, просто по одной причине, противник будет их превращать в центры сопротивления, и будет предлагать нам альтернативу, или их вообще не брать, а не брать их нельзя, или их штурмовать. Ну, а нельзя их просто обходить, как-то, то есть, я сам не военный эксперт, а обходить, блокировать... Хорошо, все можно, при наличии нескольких факторов, полностью отмобилизованной, хорошо снабженной армией, обладающей очень сильным количеством, большим количеством транспорта, и при этом полностью прикрытой с воздуха от ударов, в том числе, байракторов, которых им там еще напоставят, и прочее. Скоро у них сотни будут беспилотников, намного больше, чем в начале войны. Им американцы свои начали давать, а это лучше даже, чем байракторы. То есть, тогда можно будет обходить, вот если бы против них воевала сейчас армия СССР, то, возможно, она так поступала бы. Имеется в виду образца не 91-го, образца 45-го. То есть, обошли бы и то, есть проблема. Крупные города, они всегда возникали где? На месте пересечения важнейших путей, в том числе переправ, мостов. Попробуйте снабжать крупные армии, не имея средств коммуникации. Американцы решали проблему за счет флота, но они на островах основу боевали. За счет огромного количества транспортных самолетов, которых у нас нет. Транспортные самолеты строятся очень небыстро, не говоря уж о том, что нас их давно не строят. Я до сих пор не видел существа, которые ответственны за суперджет, болтающегося на фонаре. Помните, сколько у нас суперджета строится? Лет 20, наверное, да? Нет, но И-76 строят, у нас там не быстрее сидят, но он побыряется. Я спросил про суперджет, который нам рассказывали, какой-то замечательный самолет. Вот, да. Вот, ладно. Это как бы отдельная тема, я хочу сказать следующее. Есть пункты, которые невозможно обойти, чтобы осуществлять успешный наступ. Просто невозможно. Хотя Мариуполь можно было как раз не штурмовать, учитывая, что у нас был Бердянский порт уже в руках, как порт именно, через который можно было осуществлять снабжение. И что через Волноваху, который является крупнейшим железнодорожным узлом, можно было вполне снабжать группировку тоже. Но его решили штурмовать, скорее всего, ну надо же отчитаться, что мы взяли Мариуполь. Скорее всего, только исходя из того, что требовалось на переговорах. Это мое предположение. Ругайте меня, если я ошибаюсь. Только чтобы на переговорах стамбульских иметь сильный козырь. Поэтому нам каждый день сообщали, что Мариуполь вот-вот. Чуть не завтра. Вот. А когда его реально практически взяли, ну кроме вот этого, Азовстали, который действительно совершенно не нужно штурмовать. Это потому что потери при штурме намного превысит эффект. Ну я бы и Мариуполь не штурмовал. А вот есть города, которые никак, вот хочешь, хочешь не хочешь, но их в начале операции даже не пытались захватить. Харьков пытались занять, как я уже сказал. Просто что вас ждут, заезжайте. Не ждали со всеми вытекающими результатами. А больше, в общем-то, суммы обошли. Черников просто обошли. Их даже не пытались занять. Сразу рванули Киеву. Опять же, не имея задачи, насколько я понимаю, просто вот его захватить для этого сил не хватало. Наша группировка с правого берега Днепра ушла. Почему? Потому что в том числе ее чрезвычайно сложно было бы снабжать в той районе теми силами. Не увеличить ее втрое просто для того, чтобы защищать коммуникацию. Там сплошной вес. А наступая, она уткнулась как раз практически по сплошную застройку пригородов Киева. Вот сплошная застройка. Один сплошной город. Ну, город, поселки и так далее. А бои в городе вообще самые сложные в день боя здесь. Самый сложный. То есть сил для того, чтобы взять Киев, не было. И обороняться тоже не было. Поэтому я вот воспринял этот отвод как очень болезненный именно с правого, подчеркиваю, берега Днепра. Как, ну, вот, для того, чтобы вывести налево и как бы вот зачистить сумскую, черниговскую область. Начать очищение левобережья. То есть все взяли и границы вывели. Для того, чтобы специально, чтобы нас обстреливали. Вот сейчас они обстреливают нашу территорию. А тайна сия велика есть. В связи с чем было принято это решение. С военной точки зрения вывод с правого берега был обоснован. Хотя с политической не очень. А вот отход от Киева от барваров, он вообще ничего. Это вот просто вот из разряда или глупости, или вредительства, или в одном флаконе. Оба. Поэтому я полагаю, что штурмы городов, если война пойдет нормально, то есть если будет война, если наши будут воевать, то рано или поздно будут, я надеюсь, на победу, и противник, в том числе дорогие западные партнеры, несколько поубавят свой пыл, то некоторые города просто придется штурмовать, потому что не взяв их, невозможно будет развивать наступление дальше с логистической точки зрения. Нельзя будет наступить. А некоторые, которые можно будет обходить, оставлять их в котлах, как Курляндию в свое время. Наши. Оставили в котле и ничего, и наступали дальше. Да, которые все-таки пытались по недоумству ликвидировать, но потом, когда поняли, что не получается, просто плюнули и оставили сидеть. Они сдались на следующий, 10 мая они только сдались. Уже все капитулировали, они все еще воевали. Там последние артобстрелы были как раз утром 10 мая. Так что, здесь вопрос о том, что идет война гражданская и не все решения стоит принимать только с учетом военным. Некоторые решения надо принимать с учетом взвешивать каждый раз политическую ценность и военную. И помнить, что война это продолжение политики другими средствами. И если военные решения целесообразны, а политическое нет, то иногда придет надо жертвовать военным ради политики. Потому что политика просто выше. Война это цель. Это не цель политики, а инструмент. А политика это цель. Разница между инструментом и целью очевидна. Но это я так увлекся теоретизированием, причем на ровном месте, которым должно быть ясно каждому школьнику. Чего не скажешь о наших чиновниках высших. Это только для римлян война была самоцелью. Кстати, поэтому они у Карфагена и выиграли. Карфаген все пытался перевести на торговлю, на прибыль, на добавочную стоимость. А для римлян война была самоцелью. Начав войну однажды, они ставили идеологию, реальной идеологии, они поставили целью победить во что бы то ни стало. Даже в ущерб промышленности, экономике и интересам патрицианских родов. Там было много хороших идеологов. Да? Николай Сеевич, скажите, пожалуйста, можно ли попытаться деморализовать украинскую армию целенаправленно выбивая военное и политическое руководство Украины? Оно не играет никакой роли. Военные руководства там осуществляют войска НАТО, реально офицеры НАТО. По-хорошему, с военной точки зрения, конечно, было бы очень желательно выбить штабы из НАТО. Просто выбить полностью. Не стесняясь, а если начнут кричать, типа, а вот, что это вы по-нашему бьете, а что вы здесь делаете? Вы же не воюете. Не знаем ничего, ничего не знаем. Но, насколько понимаю, этого даже никто не пытается сделать. Но опять же, это не так легко. Некоторые думают, что это раз-два, типа, захотел, пустил сотню калибров, которые еще надо сделать, и типа все, вопрос решен. Ничего подобного. Калибр это не ядерная бомба, которую сбросил и забыл. Не наносит он такого серьезного эффекта, как некоторые думают обычный головку, он способен там что-то уничтожить, что-то повредить. Но это надо было делать в первые дни операции, в первые сутки. А в первые сутки удары наносились почему угодно, но только не по штабам. И не наносились. Да, по ПВО наносились, но в первую очередь бьется по штабам, а в это не делалось. И по расположению противника не делалось. В результате противник вышел из казарма, организованно вступил в бой, что явилось диким шоком для наших военных и для военно-политического руководства страны в целом. Удивительно, правда? Начали войну и думали, что против нас не будут воевать. Возвращаемся к теме о том, что докладывали не то, что есть на самом деле, а то, что хотели услышать. И вместо легкой прогулки получили большую полномасштабную войну. Потом обосрались, попытались договориться. Договориться не получается. Вот сейчас и болтаются между надеждой договориться и ощущениями, что договориться не получится и надо воевать. А воевать страшно и не умеют. В первую очередь, психологически. Говорил же о том, что Путин всю свою карьеру провел в канцеляриях. Всю. Просто всю. ВИП-условиях начальника клуба в ГДР и заканчивая Ленинградским университетом. ВИП-условия городские вообще не знает ничего, что связано с войной, кроме короткосрочных поездок, пиар-поездок в начале Второй Чеченской. Это очень сильно сказывается. И то, что его окружение все совершенно не знает войны. Шойгу воевал, что ли, где-нибудь? Не подскажете, Оленей, может быть, с оленями? Вот. Не слышу. Да. Вот. Патрушев, может, воевал? Нет. Может, воевал Золотов? Ну да. Все. Двери открывал, машину закрывал. Это максимум. Стреляет хорошо, говорит. В тире. Что? В тире или какой-то опыт получилось? Ну, подождите, первые лица не имеют никакого опыта. Я говорю о том, что ни одно первое лицо в основном в армии вообще не служило. Путин служил в армии, даже рядовым нет. Шойгу не служил. Золотов не служил. Патрушев не служил. Никто, не, Патрушев не помню. Может, служил, не знаю. А у Шойгу Людендорфа нету служил? Людендорф был умный. Ну, так я говорю, и Гинденбург был не дурак. Ну, понятно. Поэтому он себе подобал умного начальника штаба. Или Гнейзенау там своего умного нету, нет? Подобное тянется к подобному. То есть я говорю к тому, что может быть он там, если вы знаете, секретный, устройство секретного гидранта, но у него там есть... Знаете, знаете, что-то мне почему-то вспомнилась аналогия, не совсем понял к чему. Про электроника мальчика с чемодана. Где же у него кнопка? Вот примерно так вот я отвечу на вашу вопрос. Что? Я не смотрю. Там вообще все очень... Там вообще все очень плохо. Когда человека официально проразглашают аватары Субиде и Богатура, который, как известно, русским на калке геноцид устроил, вот, а он ни разу это не возразил, вот, позволяет издавать такие книжки у себя в родной Тыве, а там он реально может там все что угодно делать. Вот. Ну, это говорит о многом, просто о многом. Это очень тяжелый на самом деле диагноз. Как у него было... Так, пожалуйста, моя рука. Подскажите, пожалуйста, по сравнению с Чечной, когда уделение циклологических операций работает для него число и для него не стоит ли? Сразу скажу, сразу скажу, не знаю. Мои информаторы с ними ни разу не сталкивались. Впрочем, я и в Чечне с ними практически не сталкивался в своей работе ни в первую... В первую кампанию я не слышал даже об их существовании. Ну, я был артиллеристом практически рядовым, поэтому мне не нужно было это знать. А во вторую кампанию, когда я с ними сталкивался, я в основном видел, что они ничего не делают. Вот. Ну, может быть, я в чем-то ошибаюсь, может быть, там кто-то работал. Просто за всю вторую Чечню я ни разу не видел, чтобы они работали по назначению. Просто ни разу. Ну, там и война была другая, там было не до психологических операций. Там надо было уничтожать бандитов и банд подполье. А уговаривать их было абсолютно бесполезно. Это задача деморализовывать? Очень сложно деморализовывать противника, когда противник говорит на другом языке и абсолютно отличается от тебя менталитетом. Абсолютно. Для этого надо быть, иметь в своем составе тех людей, которые думают так же и умеют так же. Вот я научился думать так же, как думают чеченцы. поэтому у меня все получалось. Игорь Иванович. Ну, не буду дальше в губле. Да. В завершении я смотрел все ваши передачи, то, что вы говорили, как будет все происходить. В принципе, все, 99% в конце сейчас можете сказать, что это позитивно, что все будет хорошо? Друзья, я хочу вас призвать только к одному. Никогда не теряйте надежду и стойте на своих позициях до конца. У меня был в Славянске три месяца ситуации, не три, но так, ну да, почти три месяца ситуации, когда ситуация оказалась отчаянией некуда. И только с другом, со своим прапором, с которым я воюю в современном Приднестровье, я делился этими соображениями. Больше вообще ни с кем, никогда ни в чем присутствует. А для всех остальных я говорил, помощь обязательно придет. Надо держаться, помощь будет. Мне говорили, ну нет, помощи не будет. Нет, я говорю, помощь будет, надо держаться. Верил я в этот момент сам или не верил, это другой момент. Вот и вы все, и мы все должны верить и держаться. В данном случае пусть от нас ничего не зависит. Но надо помнить, что даже, никак бы не развивалась ситуация, от каждого из вас зависит будущее России. Большинство из вас молоды. Если я уже отыгранная пешка, то есть все уже, я просто уже чувствую, что не то энергия, не тех сил, даже тех, которые у меня были в 14-м году, мне уже нет. Вам жить предстоит в любых ситуациях и в любых условиях. И даже, как бы ни сложилась ситуация, вы должны помнить, что каждый из вас на своем месте может попытаться ее в любой момент развернуть, если Бог это позволит, если Бог даст. Вот реально. И быть готовым к этому. Не сидеть, сложа руки, махнув рукой, все, все погибло, все пропало, а действовать и работать. Вот эта библиотека наполнена книгами, здесь значительно очень много белых иммигрантских книг. Они вообще оказались в ситуации, когда вот просто, особенно после войны, когда все уже, никакой надежды на возвращение России, на весенний поход, вот вообще ничего. Они что, ну вот, все, кто мог застрелиться, уже давно застрелился. Они продолжали жить и писать в надежде, что их прочитают. Вы сейчас их читаете, здесь. Хотя там, на Западе, где они свои книги издавали, где была огромная русская дираспора, больше ее нет. Их собственные внуки и правнуки давно превратились в англичан, французов, немцев, кого угодно. Но мы-то их читаем сейчас. А они-то писали для нас, на самом деле, а не для себя. Сами они-то. Не все здесь ветеранские рассказы. Выполняйте свой долг, друзья. И будь что будет, может быть, ситуация будет более даже катастрофична, чем я предполагаю. Может быть, Россию вообще придется возражать из полного пепла. Я этого уже не увижу. Но ее все равно надо будет возрождать. И пока сохраняетесь вы, сохраняется русский народ. Понимаете? Если будет страна под названием Россия, но в ней не будет русских, вот это будет все, конец. Но пока вы живы, ничего не кончилось. Ничего не кончилось. Всегда можно начать сначала. Напоминаю, да, ситуация не вполне корректно сравнима, но Китай сто лет назад представлял из себя жуткое зрелище, где одна треть населения курило опиум и дохло от него массово, прямо на улицах. Где все продавалось и все покупалось. Где можно было все вот просто. Где несколько диктатур воевали друг против друга непрерывно. непрерывно. И только внешняя японская агрессия заставила их частично, частично объединиться, подчеркиваю, очень частично. Они не забывали там нож садить друг другу в спину при удобном случае. Посмотрите, всего сто лет прошло и Китай уверенно рвется на первое место в мире. Оттесняя Соединенные Штаты в первую очередь не по причине того, что Соединенные Штаты победили в войне, просто они разложились изнутри. Реально Соединенные Штаты сами уничтожили в себе основу своего существования и уничтожили то, на чем держалась США. А держалось оно изначально и до недавнего времени на протестантской англосаксонской морали. Все, ее больше нет. Вообще нет. Добивают остатки, причем ускоренно, целенаправленно добивают ее остатки. Да, если через условно говоря да, пусть нас сейчас стоп всю грязь. Условно. Я буду до конца, как говорится, по мере сил сражаться, насколько это будет в моих силах, хотя бы словом. И вы это обязаны делать. И вам многим придется обязательно в ближайшие годы держать в руках оружие. Вот 100%, независимо от ситуации, 90% из мужчин, стоящих здесь, вам придется держать в руках оружие. Многие из вас погибнут. Многие будут искалечены. Независимо от того, будете вы на Донбассе в Украине или война придет сюда. Да, примите это как данность. Но через 10 лет возможностей Соединенных Штатов не будет не потому, что мы их победили. И это откроет новые окна возможностей для вас. Для вас откроет эти новые окна возможностей. Возможно, совершенно будет другая стартовая ситуация. И то, что сейчас является нашим недостатком, может быть, через какое-то время станет нашим преимуществом. Сейчас ситуация мрачная, потому что на наших глазах погибает постсоветский мир, в котором все негативные стороны советского мира реализовались до 146%, а все позитивные, извините, были похоронены вместе с СССР. Они тоже были, потому что даже СССР консервировал, сохранял многое из того, что на Западе в это время уже уничтожили. Как это не смешно? Хотя по идее реализуйся полностью идеи Троцкого и Ленина еще бы раньше. Все должно было еще раньше произойти. Поэтому не унывайте, независимо ни от чего. Думайте, применяйтесь в тактической ситуации, смотрите на нее. И даже если кажется, что полное поражение, не садитесь на стакан, как многие мои товарищи по 90-м годам, которые спились уже нулевым полностью в хламину. И не машите рукой, делайте все равно. Выполняйте свой долг и будь что будет. Это говорили римляне, это говорили после них, это я вам говорю сейчас. Бог даст, все у нас будет. Не даст Бог, ну, значит, Россия, по идее, должна до апокалипсиса дожить в любом случае. Точно евреи, точно известные апокалипсисы, один народ точно евреи. Я не артист, не надо хлопот. Последний спич, он как бы вот, я понимаю, что он такой получился немного типа в соловьевском стиле. Абокалипсисы.